Девушки отдыхают А кому надо? Маме, папе А еще больше соседям Ой, я сама как дура сказала всем Что Геночка мне предложение сделала Зачем? Да надоело мне всем говорить, что нет Что теперь делать, я не знаю Да ничего А скажи, отказала ему Чтоб все смеялись А чего? Тебе-то что? Да будут говорить, что девке 29 лет Она все выбирает, копается А, это у нас любят Слушай, странно как это у нас, да? Вот Женщине 45 лет Она разведена, стыдно Ей 29, она не замужем Тоже стыдно И все бегут куда-то, стараются Замуж выйти поскорее Потом живут, мучаются А развестись боятся Я понимаю, зачем он тебе нужен, этот Гену крокодил, а? И вечного дома нету А зато он даст не успевает И староват он Ну так я же его люблю В городе как Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте 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 Варька, давай скорей сметану. А что случилось-то? Да Геночка у меня в рейс уезжает, а меня с работы всего на час отпустили. Балуешь ты своего Геночку. Сметана-то у тебя свежая. Аринка, да подожди ты, Аринка. Ну куда ты бежишь, будто с козами на торт? Не здрасте тебе, не до свидания. Извини, спешу, спешу я. Представляешь, я тут Вовку Гребнева встретила. Ну, кум Сашки Смиртова, знаешь? Ну, через дорогу живет. Ну, знаешь, да? Так он женился, представляешь? На Ленке Понютина женился. На Ленке? На Ленке. Прикинь, Ленка Понютина замужем. Ну, а Генка как? Я тут встретила Вовку Ульянова. Спрашиваю, как Генка? А он, не нормальная Генка. Ну, так как, Генка? А что, нормальная Генка? Не, ну, предложение-то сделал. Ну, видишь? Сделал. Пойду я. Пока. Слушай, это... Сегодня на городском ювелирном заводе были похищены бриллианты на сумму 5 миллионов рублей. Похитители не найдены. В городе объявлен план перехват. На въезде и выезде из города происходит досмотр всего прибывающего и отбывающего автотранспорта. Проверка документов и грузов. Оперативные службы... Ну, кому-то повезло. Хороша прибавочка к пенсии, а? Ладно, Михалыч, найдут, отберут, да еще и наваляют. Здравствуйте! Здравствуй, Ариночка! А теперь к другим новостям. Здравствуй, Ариночка! Здравствуй, Ариночка! Доброе утро, Генночка! Как спалось? Я вот тебе тут блинчиков приготовила. Спасибо. Спасибо, звездочка моя. Звезд на небе много, Генночка. Только в песне одна. А ты умнее и есть песня, а не женщина. Гена, ты вот пока не укатил, у меня к тебе серьезный разговор обозначился. Ой, чует мое сердце. Вот есть женщины, которых любят. Так. А есть, на которых женятся. Ариночка, вот как ты думаешь, я какая? Ты? Ты Аишка у меня. Ты у меня пальчики оближешь. Вот. Все. Я в гараж. Фуру проверить. Ты же знаешь. Сам не проверишь, на одном колесе поедешь. Здорово, Семенович. Здорово. Как дела? Да слава богу. Пойдемте, пойдемте. А, моя. Только что с конвейера. А вот, прошу обратить ваше внимание, логотип нашей автобазы «Фортуна». Это начальник увлекается. Ну, чтобы нас узнавали на всех трассах страны. Эдуард, вот возьмите. Что здесь? Голота-бриллиант. Ты эти не тряпись, а делай. Если груз сегодня не уйдет, завтра нас самих в коробку положат. Понял? Понял. 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 У Сербаковой дочка в первый класс пошла. А у Таньки сыну в детский сад. садится. Понял? Не вопрос. Давай мальчика заведем. Хочешь, прямо сейчас. Арешка. Я серьезно, Гена. Ай, не знаю. Ну, а если серьезно? Если серьезно, скушай вам блинчик. Кузнотище. Даже по Нютина замуж вышла. Понятно, откуда ветер дует. А что тебе понятно, Ген? Приехал, уехал, поспал, поел. Да надо мной уже весь город смеется. Ген, мне 29 лет уже. Ариша, милая моя, я же тебя люблю. Значит, не женишься. Опять 25? А что опять 25? Ген, я замуж хочу. Я честно тебе об этом говорю. Да все женщины хотят, только скрывают. Все, пока. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О, здоров, Семенович. Как сам, как фортуна? Да какая, к черту, фортуна? Любашка опять за шею выстрела. Да ты что? Да. Все они такие. Ты Ромку не видел? Да нужен он мне больно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ах, мать моя женщина! Уже пригнали! Семенович, ты видел эту красавицу? Ах, ласточка! Вот сильна! Ах, сильна красавица! Сильна, сильна! А номера ты взгляни, а? Сказка! СМЕХ Готов поспорить. Эта моя будет. Не, Генныч, ты спорь, не спорь, тебе не светит. Этот фаэтон уже вон Эдику отписали. Да ладно, брежешь. Ген, ты куда? Да нефть его. Да меня к нему не дело, я хочу его видеть. Да что ж, говори тебе нефть его. Да куда ж ты бил? А я хочу сам посмотреть. Борис Витальевич, Эдик второй месяц на базе, а вы ему уже новую хуру? Двухты-барахты? Анна Аркадьевна, я же просил. Я ушел, я уехал. Умер наконец! Ну что я могу сделать? Витальич, я Волдаров, потомственный шофер. И что мне? Вы же не обещали. Нет, ну должна быть какая-то справедливость. От всех требований справедливости, знаете ли, революции попахивает. Нечего тут. Да, обещал. Но на второй фуре номеров даже нету. Вот пригонят, будет твоя. У тебя, Вершинин, рейс в столицу. Иди, готовься. А у меня подвеска стучит. Цепление менять надо. Клапана. Ну нет у меня твоей машины. Нету. Ну как же нету? Я же видел. Витальич, мне бы то, что с семерочками, а? Все, Вершинин, я Эдику эту уже отдал. Ну как отдали, так и заберите. Ну я же Волк. Волк, дорога. Это же должна быть моя машина. А то что получается? Эдика какую-то таракань на навехонько покатит. А я в Москву. В столицу нашей Родины. На эти развалюхи ехай. Нет. Что нет-то? Что нет? Не поеду. Куда ты денешься? Уморишься. А то как за тысячу километров ехать, так Вершинин. Как что поломается, кто чинить? Вершинин. В конце концов, кто у вас вчера домой довез? Кто на себе на четвертый этаж тащил? Кто перед женой выгородил? А? А вот это уже запрещенный прием, Геннадий. Да? Так у меня таких целый арсенал. Ну, как смотрюсь? Шумахер, блин. Поеду прокатнуться. Давай. А Ромка где? Не видел. Не видел? Нет. Завел манеру за пять минут приходить. Да брось ты, Геннадий. Ромка, ты тебя мировой напарник. Это да. Но не без но. Придет ты ему, не говори. Пусть сюрприз будет. Давай. С Богом. Не от меня. Алло. Борис Видач, Геннадий напарник звонил, он ногу сломал. В больницу. Как ногу сломал? А понимаете, говорит, он на выходных в футбол играл. Ну и... Вот. Ну что вы на меня смотрите, как Ленин на буржуазию? Ну где я вам возьму другого водилу? Кто ж с Вершининым поедет? С его характером, с клочным. Ну-ка, отойди. Здорово, малышня. Тихонько. На дорогу не бегать. Привет. Что, нравится? Осталось. А видели, в «Волк дорог» написано, а это я. Ну, налетели, как саранча. Слезаем. Сейчас я тебя съем. Дай тебя. Видала, какое мне начальство фуру выделило? Говорит, ты, Гена, у нас водитель экстракласса. Тебе и фуру надо по рангу. А номерочки видела? Пофорсить приехал? Да. Нравится? Хочешь, прокачу? Ну что, я маленькая, что ли? А давай тогда малышню покатаю. Кататься хотите? Да! Мы недолго. Я первый. А может быть, не надо? Да мы один кружочек в детского сада. Сделай. Так, а ну, полезли. В порядке живой очереди. Не толкаемся. Не толкаемся. Насидуете, нам недолго. Так, поехали. Ого, два курса географического. Путешественник, что ли? Ну, сами понимаете, романтика. Я же в юности писателем хотел быть. Все книжки про приключения писал. У меня даже рассказ опубликовали в пионерской правде. Ну, а в шофера как занесло? До дефолта в 98-м сильно подбил. Пришлось не стул бросить. Но сейчас и восстановился на заочном. Не судим, не женат. 30 лет и не женат. Так получилось. Конечно, я понимаю, что все это неожиданно. Скоро таскать на бал. Но что поделаешь. Вот только, боюсь, не сработаешься ты с Вершининым. Ну, ты, Жень, постарайся. Ну, а я тебе, Унюхов, молока выдам и премию солидную вывешу. Если вы с Вершининым нормально командировку проведете. Борис Витальевич, я человек не конфликтный, дипломатичный. Диволе, если вы премию обещаете. Ну, а что, прям такой характер жуткий. Так, кому фруктовая? Держи. Держи. Это тебе. Тебе. Кому еще? Так, будешь стаканчик? Не будешь. Так. Раз, два, три. Так. А. А, это тебе. Стоп. Я же тебе уже давал. Это что? А где твоя сестра? А у меня два. Так, дети, а ну-ка, быстренько подождите, когда дойдете. Гена, Ген, привет. Я тебе Ген, Ген, ты мне не ответ, не привет, а. Я тут Вовку Ульянова встретила. Ну, знаешь, мужа у Ольки толстой. У нее еще нос на семерых роз, я ей одной достался. Ну, вот я его и спрашиваю. Мол, как дела? Как Гена? А он мне говорит, нормально, Гена. Ген. Девочка, ты где? Как дела-то, а? Нормально. Нормально? Нормально. А я от Ирки шла. Ну, знаешь, к у мамы его Вовке. Они еще с Харитоновичем дружат, они вместе над Размашей работали. И встретила Аринку, она мне все и рассказала. Ген, поздравляю. С чем? Слушай, нехорошими предчувствиями. Не переживай, прикатит. Ой, какая красавица. Все, гуляй. Терпеть не могла, когда мама так делала. А это и нравится. Я тоже говорила, что нравится. Ну, где же она? Приедет за... Да не нервничай. Что ты нервничаешь? Слушай, не знала бы Генку, не нервничала. Девочка! Господи, где ты была? Гена, слышала, Ленка, пойдемте, она тоже замуж вышла. Теперь вот вы... Не, ну я так рада. Ген, молодцы вы. Пока, рад был поболтать. А, я тоже. Ген, а на свадьбу-то позовешь? Вот почему у вас, у девчонок, все мысли через ЗАГС. Ура! Привет, поскори! Выгружаемся. О-о-о! Оп! Бегом, садик. О-о-о! Оп! Следующий пошел! Давай в группу. Так, давай. Бегом. Ух ты, тяжелый какой! Быстро в группу. Ты где был? Почему так долго? Еще спроси, где зарплата и что пили? Я не знала, что подумать. Все же нормально. Ген, у тебя всегда все нормально. Всегда все нормально. Уехал на пять минут, вернулся через сорок, а что нормально? Вместо двух батонов белого купить батон черного нормально. Носки по всей квартире тоже нормально. По ковру в ботинках топчешь. А что такого-то, а? Ген, я тебя уже два месяца прошу велосипед на дачу отвезти. Все сказала? Или за год еще что накопилось? Генка, ты безответственная. Ой, ты у нас сильно ответственная. Лентяй! Ты труженица! Деградат. На себя посмотри. Энтропия ходячая. Что? Да ну, натоптал, натоптал, как будто я петух в курятнике. Построились! Иди сюда, Полина. Иди скорее. Иди. Ну все, иди. Что ты мучаешься? Иди домой. Да как ты с ними одна справишься? Ничего, уложу. Уложу. Так, это взял. Это взял. Это взял. Деньги. Компот хотите? Да! Все, пошли. Так, идем. Пошли, пошли. За мной все парами. Идем, 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 идем. Иди домой. Я быстро. До последней без добавки. Да, Ромка, привет. Ну что, ты уже на месте? Как? Вольница? А? Да ты что? Ох, ну нифига себе. Да? И надолго? Да ты что? А ты еще футлярчик на каждый ключ найдешь. Порядок в вещах, порядок в мыслях. Даль. Ага. Новенький, что ли? Ты кому ж так потфортила? С кем ездишь? А, с Вершиновым. Или с Вершининым. Геннадий зовут. Знакомый с ним. С Генкой? Ну да. Кто ж Генку не знает? Слушайте, а как он? В смысле? Ну, говорят, характер у него жуткий. Да. Ну да. Да я что, не слыхал? Ну, я тут недавно и то не впервые слышу. Странно, но мне казалось, что к Генке все неплохо относятся. Да какой там неплохо? Мне тут один рассказывал, что его напарник сейчас специально на больничном косит. Только чтобы с ним резть не ходить. Говорит, ногу сломал. Представляете? Да, да. Сдыхал что-то. Знаю таких, как этот Гена. Думают они весельчаки, балагуры, душа компании. На самом деле, жутко всех раздражают. Своими шутками, подколами. Кстати, меня Женя забыли. Шляпкой не жмет? Че? Ковбой. Ген, ты куда? Ушел он. Ушел, я тебе говорю. Дорис Виталич. Дорис Виталич, это я, Вершинин. Ген, ну прекратите. Открывай, Виталич. Я говорю, ушел он. Виталич. Русским языком тебе говорил, Гена. Виталич, я один поеду. Никакой напарник мне не нужен. Что ж ты непонятный уже такой, а? Виталич, я знаю, что ты там. Гена. Мне никакой напарник не нужен. Утром сюда пришел. Виталич, я надоела, батенька. Или ты едешь, и все будет в порядке, или я тебя уволю. Тидри или фели. Ну что ты на меня смотришь, как Робеспьер на гильотину? Пошел вон отсюда. Вон пошел. А ты что его пускаешь, чертова кукла? Достали. Ген. Геночка. Уехал. Ну вот и куртку еще забыл. Ну вот и куртку еще забыл. Ну вот и куртку еще забыл. Светочка. Ну я не знаю почему. Ну завтра, завтра, завтра. Ну да, ну да. Давай вечером приеду. Давай, тебя целую. Семенович! А где фура? Где, где? Тебе что, в ритму сказать? Геннадий, ну я же не знал, что вы это вы. В конце концов, я извинился. Хотите шляпу с ним? Ну если вам она не очень. АПЛОДИСМЕНТЫ Что случилось? Анна Аркадьевна, здравствуйте. Мне нужно очень срочно поговорить с Борисом Витальевичем. Его нету на священнике. Ну тогда я его подожду. Ариночка, это не имеет никакого смысла. Анна Аркадьевна, я вас очень прошу. Завтра приходите, приходите завтра. Он вас примет, голубушка моя. Порис Витальевич, мне срочно надо с вами поговорить. И я не уйду, пока вы меня не примете. Будете вы хоть трижды на священие. Слушай, колясочник, ты попал, понял, колясочник? Я тебе сейчас в бошку расстрелю. Ты кого кинуть хотел, а? Ну, ребят, я вам... Ты попал, колясочник, ты меня понял? Давайте спокойнее. Спокойнее? Какой тут спокойнее? Тут никаких нервов не напасешься. Твою мать! Почему в этой долбанной стране все наперекосяк, все не то? Люди моего народа никогда плохо не говорят о родной стране. А? Да. А что ты тогда не сидел в своей родной стране? Что ты сюда приверся, а, китаец? Я не китаец, я кореец. А, китаец, кореец, какая разница? Какая разница, китаец, кореец! Вы узнали у начальника маршрута? Да, да, я узнал. Вернее, хотел узнать. Подхожу к нему. Так. Он мне говорит, пошел вон. Пошел вон. Я сейчас пойду и рога ему пообломаю. И скажу, слушай, чувак, ты был неправ. Вот. Стой. Ну, 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 чего, чего? Вот я стою. Долго стоять. Я думаю, эту проблему надо решать по-другому. И каким образом? А? Ну? Не теряя головы, жди меня здесь. Так. Сейчас мы вас вылечим. Пейте. Пейте, пейте. Добрый день. Нет его. Вам, наверное, без меня часто говорят, как вы красивы. Не покажется ли вам наглостью, если я приглашу вас на ужин? Сегодня. В шесть часов вечера я жду вас возле ворот. Послушайте, а, собственно, по какому поводу вы приходили? Борис Витальевич, тут Гена, когда уезжал, дома забыл кое-какие вещи. Вот если бы мне знать, через какие города он поедет, я бы с проводниками договорилась. Передала бы как-нибудь. Я ищу своего друга, Генгу Вершинину. У него проблемы, я должен ему помочь. Говорят, что в рейс ушел. Я надеялся увидеть вашего начальника. Думаю, что по дороге его перехвачу. Ну, раз начальника нет... Ну, раз начальника нет... Вы мне поможете? Ну, как не помочь хорошему человеку? Вы знаете, это... Это, конечно, запрещено. Но я могу дать вам копию путевых листов. Богиня... Ну, бросьте. Генка, он следует сначала в Зарецк. В Зарецк. Кира. Потом через Заозерск. Заозерск. Анжела. В Светогорск. В Светогорск. Светочка. Потом по этой же трассе через Синедальск. А там ночевка. Синедальск. Лидия. И через Сатина. Сатина. Тая. С дозаправочкой. В Москву. В Москву. Там они груз сдают. Елена Сергеевна. Что вы говорите? М? Вот видишь, мой сключевой коллега. Кто мягко ступает, тот далеко продвигается. Это большая русская проблема, что по статистике на четырех женщин приходится один мужчина. Ребят, мне... Гуляй, колясочек. Гуляй, колясочек. Все равно это не слышно. Гуляй, колясочек. Ты. Гуляй, колясочек. Продолжение следует... 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 Здорово, мужики! О-о-о! Здорово! Здорово, Леночка! Привет! Привет! Здорово! Здорово, Серёга! Сколько лет, а так и... Это твоя машина, да? Да, я, ты, наверное, красавица её жунается! Красотенька! Зверь, машина! Номерочек не видели? Да какой там Харьков? О чём ты говоришь, Кен, а? Я теперь только на Москву мотаюсь. Только на Москву как-то. Парут по огням! Ногу слава! Вон, снова на парень, гаврейс послали! Ну чего ты сидишь там, Женёк? Давай, выходи, выходи! Веселее! Пошли уже! Пистолетом махать большого ума не надо. Как говорят мудрецы, сила – ума – могила. Чего? Не того учишь, китайцы. Я тебе сейчас сам поучусь. СМЕХ Ты уверен в том, что ты делаешь? Тихо! Эй! Тихо! Эй! 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 Шутка! Ха-ха-ха! Шутка! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Я вижу, ты тоже любитель. Пошутить. Ха-ха-ха-ха! Семья у меня замечательная. Папа – кандидат наук, мама – врач. Галка! Ну-ка чаю-то нам принеси. Сейчас принесу. Минуточку. Так, а о чём я говорил? Мама – врач. В общем, сплошная интеллигенция. Один я – невродица. А побыстрее можно? Не то, чтобы мне не нравилось шиферить, но я сейчас учусь заочно на географическом. Вот, а кончик как – так уйду. Ну, имеешь же совесть! Гала! Где наш? Да сейчас кипит. Имею. Ладно, я принесу. Давайте я сам заберу и отнесу за столик. Сколько из меня? Пока, Гена. Пока. ЗВОНОК В ДВЕРЬ СМЕХ Спасибо! Так и знал! Девушка, спасибо! А что ж такая очаровательная девушка делает в таком кафе? Работает девушка очаровательная! Так вы есть-то будете! А знаете что, а… А ещё… НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Подержите, пожалуйста. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Теперь попробуйте. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА В следующий раз, когда садитесь за руль автомобиля, проверьте наличие всех предохранителей. Порядок в вещах, порядок в мыслях. Поучи меня ещё. Думаешь, шляпу надел уже всё можно? А это так, для вдохновения. Ты где был, скотина проклятая? Работай. Не ври, дурак. Опять с Людкой путался. Подлец несчастный. Ты у нас больно счастливая. А ты? Ты лодорь и проходимец. А ты? Что я? Ну, что я? А ты у меня самая красивая. И я тебя очень люблю. Давай не будем ссориться по пустякам. Так не бывает. Наверное. Субтитры подогнал «Симон» 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 На дорогу смотри, читатель. Здравствуйте, извините, а вы мне не подскажете, а то я у вас тут заблудилась. Ну как, а что же мне подсказать? Подскажем, Чапка, а что вы ищете? Я ищу улицу Сака и Ванцетти, дом 7. А, ну сейчас. Вот смотрите. Вот за этот дом завернете, он туда направо. И вот следующий будет. Дом 7. Итак, как бы начать роман? Так, Сэм и Джордж въехали в Техас. Жаркий воздух был пропитан пылью, перед ними расстрелались необъятные премии. Джордж явно не нравился Сэму. И Сэм, кажется, отвечал ему тем же. Но впереди их ждал долгий путь, полный приключений, опасностей и невзгод. Я поворачиваю, он на поворотку включен. Не надо мне говорить. Что? Тормозите уже на дороге. Смотрите, ты челок. Ты дура, ты дура, ты понял? Да, я ничего не знаю. В кафе поговорить толком не получилось. Может, сейчас. Хотите, только он без сахара. Да, Сэму Джордж однозначно не нравится. Сэму Джордж въехали в Техас. Слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте. По какому вопросу? Я? Да. Мне нужно как бы вот Ну, я слушаю, девушка Мне нужен Геннадий Вершинин Так Вы его знаете? Ну, вообще-то это мой муж Как мне его не знать? Знаю Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Ну, я слушаю, девушка Мне нужен Геннадий Вершинин Вы его знаете? Ну, вообще-то это мой муж Как мне его не знать? Знаю А вы кто? Я? Да А я... Ну, что-что, девушка, давайте повнять Я из профсоюза Я из профсоюза Провожу соцопрос С целью улучшения условий труда А, ну, это, кстати, хорошее дело Только я, извините, я вас в дом не приглашаю У меня уборка Значит, Генночка Гена Вершинина, я хотела сказать Ваш муж Да Давно? Два года Как я? Что, извините? Я записываю, говорю Пишите, ага, пишите Два года А как вы познакомились? Ой Вы знаете Это такая история Ну, в общем Геннадий работает дальнобойщиком Вот И он однажды на своей фуре Чуть не въехал в нашу служебку Ну, короче, он сразу прибежал Извиняться там, в общем, носился И извинялся Бегал, что-то руками махал Вот Ну, в общем-то, извинялся до того Я его на ужин пригласила Ну, поужинали Ну, и, собственно Я просто салат один знаю Очень хороший Шапка мономах называется Там курочка, грибочки Орешки грецкие Можно зеленушку мелко так режешь Майонез и чернослив еще сверху так кладешь Да не шапка, это мономах А ерунда какая-то Поняла, а что? Я говорю, в этом салате еще должен быть слой Жареного лука А это так Дилетантство А-а Слой лука? Слушай, ты Профессионалка Профсоюзница А тебе не кажется Что у тебя какой-то Странный соцопрос? Ты не страннее, чем наш салат Слушай, ты А ну-ка документики предъяви Давай, давай Вали отсюда Сейчас милицию вызову Поняла? Чеши, чеши Соцопрос Че, один раз веником махнули Все, что ли, одежурили? Полный финиш О, черт! Я к Жене Район тут тихий Хорошо По графикам и должно быть завтра Не позже восьми Геннадий, не забудьте Не забуду А чего у вас столько одинаковых маек? Чтобы не путаться Так, ты мою куртку не видел? Нет Дома забыл Вот еперный театр Что же делать? Порядок в вещах Порядок в мыслях Да? Алло, Ариночка Да, Генночка У тебя все нормально? Да, уже успокоилась Слушай, я чего-то свою куртку найти не могу Ты не видела? Куртку? А? Забыл ты свою куртку Да ты что? А я ее уже на место повесила Да? Ну и пусть так нет Как там у тебя дела? У меня все хорошо Да? Да Целую Целую, звездочка моя Геннадий, вы мне кипяточку для чая не налете? Премного благодарен Кто там? Открывай, звездочка моя Можешь приехать Заходи Япона, мама Не паникуй без повода Ну, сейчас будет тебе повод Лейтенант Фролов Ну что, стритрейсера Нарушаем Документы, пожалуйста Товарищ лейтенант Мне кажется Такую погоду Кажется, когда креститься надо А у нас тут деревня Тихо, спокойно Школа, дети ходят туда-сюда А вы летите, как на самолете Лейтенант В данном случае В данном случае В данном случае Лучше всего По-человечески разойтись И договориться Обо всем по-хорошему Или вы хотите, чтобы я Аптечку начал у вас проверять Регистрацию Номер двигателя Страхов Ладно, Шайф, сколько? Чего? Нет, подождите, подождите Я ехал спокойно Не нарушал Ехал ровно 50 км в час Ровно 50? Да Ровно 50 Точно А вот это чего Вот это вот Что, не хочешь? Цифры знаешь русские? Это подлог Подлог Хорошо А что такой агрессивный Гражданин Да от вас Алкоголем Разить Зверсту Я не пил Не пил Ну так мы сейчас проверим Молчи Если не пил Мы проверим Вот сюда Отдыхни Дыхни, дыхни О, брат В таком состоянии За рулем Придется проехать Да Хорошо Если вы настаиваете Что я пил Что я превышал Я готов заплатить штраф Выписывайте квитанцию Вот так, да? Вот так вот Да Вот так вот Чего? Шеф Шеф На пару слов Давай Я все понимаю Ну, может, как-нибудь Договоримся Все сами понимаем Все Так, это что такое? Шеф, спешим Нет, ты знаешь, что это такое? Шеф, без обид Это попытка подкупа Должностного лица При исполнении Служебных обязанностей Забрал Шеф В машину И следуйте за мной Все Не превышал Не пил Ну, я правда Не превышал Да какая разница Что ты уперся китает, чертов Вот теперь едем за ним Я не китаец Я кореец Привет Заждалась, звездочка моя Заждалась Гена Ой Это что, мне, что ли? Нет, мне Спасибо Гена, все, прекрати Гена, все, прекрати Давай, быстро Руки мыть А то все стынет Жена Я голодный, как волк Шайбу надо подтянуть Подтянем Подкрутить бы надо Подкрутим Соскучилась я по тебе, Генка Исправим Сразу чувствуется Мужик в доме Соскучилась я по тебе Ген Ген Соскучилась я по тебе Соскучилась я по тебе Ген Давай еще салатик Не, Кира Очень вкусно, но больше не могу Чаю хочу Давай чаю Так Черт И сюда плесни Только покрепче завари А ты куда собрался-то? Это напарнику Ты что, Ромку в машине оставил? Да не, не Ромку У меня теперь новый напарник Ну а какая разница, иди зови Кир Ты что? Он мне всю дорогу нервы трепал Еще здесь будет Ген, ты оставил голодного человека на улице? Да почему на улице, он в машине Поел уже Спит, небось Ну чего я ему мешать буду? Откуда я знаю? Может, ему машине больше нравится Так, Гена Ты меня знаешь Ну, Кир Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чего стучишь-то? Заходи Я? Да Я не стучал Ну что, спишь? Да нет, не сплю Так размышляю Я вот тут тебе Чаю принять горяченького Красота Ну и отлично, давай отдыхай Не буду тебе мешать Ага, спасибо Гена Ай-яй-яй Слушай, тут моя Эдцима В гости тебя к нам зазывает Я ей говорю Неудобно спить человека А она зови, зови Ну вот этот, давай Ну почему, я с удовольствием вам скажу Да? Да Ну так что ты тогда сидишь? Пойдем Вот молодец ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, пойдем? Протокол составлять Объяснительные писать Раз вы такие упертые На всю ночь теперь Успокойся Он не имеет права Это главное ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Женек, извини Здесь Мое место И это Забери Так, сметанку Ну надо же, а Этот обалдуй Оставил тебя на улице одного Голодного Да ладно Чего уж там Чего ладно-то Если тебя не затруднит Будь любезен Придай, пожалуйста, мне Вон ту лазочку С печеньем ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вкусно? Угу. Ешь, ешь. Женя, а вы чем-нибудь увлекаетесь? Ничем особенно. Так футбол люблю иногда посмотреть. Угу. Да ты что? Футбол любишь? Угу. И за кого болеешь? За ЦСКА, конечно. За ЦСКА. Интересно. Они за ЦСКА уже лет десять, наверное, были. Последний матч видел? Конечно. Как наши Спартак-то сделали, а? Мандрюкин, красава, какой пенальти вытащил. Да, красавец, красавец. А первый гол видел? Да. Жаня, засчитали. Уроды. Просто уроды. Нет. Там все правильно было. Чистое вне игры. Женек, ты что, с ума сошел? Там офсайтом даже не пахло. Какое там вне игры? Где твои глаза были, дорогой? Ген, ну зачем спорить? Да я с тобой и не спорю. Ну зачем спорить? Я, конечно, понимаю, что я им постоянно подыгрывал в течение времени. Да при чем здесь судья? Скажи мне. Там чистое было вне игры. Женя. Женя. Ты чего, у тебя глаза? Где у тебя? Вот Березуцкий. Вот Вагнер Вах. Вот их защитник. Вот ворота. Подожди, где ты говоришь Березуцкий? Скажи мне, где там офсайты? Березуцкий где? Тем более, что судья молчит. Где Березуцкий? Боковой судья? Молчит. Хорошо. Смотрите. Тихо, тихо. Ребята, осторожней. Ну вы мне сейчас посуду все перебьете. Со своим футболом разошлись. В общем, Женек, не разбираешься в футболе. Лучше молчи. Честнее будет. Слушай, как я напраздновался, когда наши кубы Куэфа взяли. Мать моя женщина. Я горло сорвал, пока мать смотрела. Я просто... Слушай, Кирка, а может быть нам по чайку? Ну, грамм по сто. Ген. Кир. Гена. Кир, гость в доме. Вообще за знакомство. Мы, по-моему, за знакомство и не пили ни разу. Нет. Ну, Кир, святое дело. И ему как раз под борщичок, а? Представляешь, взять бы это и махнуть в Москву на мачце из Каспартака. На, держи. Это хорошее дело. Так, первый хозяй. Стоп, стоп, стоп. Все, все, все. Тихо. まае Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ты куда? Пойду в магазин. Тоже сигаретку плю. Ты же не куришь. Ну, тогда минералочки возьму. Тогда две возьми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девочка-пай ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Япона, мама. За десять лет в школе столько не писал. Пойдём. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Всю ночь потеряли. Нагоним, нагоним. А где машина? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Чёрт! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Япона, мама! Что за страна?! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кто там? Шеф. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, шеф. Нет, ещё не взяли, но мы у них нахвостили. Конечно, понял. Всё будет нормально. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Японна, мама! ПОШЛИ! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Доброе утро. Привет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Прошу. Ага. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ПОШЛОСС ones Ну-ка пошёл отсюда быстро! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 予 électриру! Пошу! ДАЙ-К, МАСЛИЦЕОГО ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Доброе утро. Поздравить желаю. Как спала? Как убитая. Вот. Давай, давай. Сырнички вкусненькие, горяченькие, со сметанкой. На море хорошие. Знаешь, должен тебе сказать по части сырников, Валька профессор. Ну, ладно тебе, ладно. Ну, что, ладно. Вот у меня случай был после войны. Вот маслица. Шли мы с Сахалина на материк. На корабле? На корабле. Я же человек морской. Это меня Валька заикарила. Да ты ешь, ешь, Аринушка. А ты не мешай. Ну, что ты со своими бальками? Ну, вот. Видишь, какая. Спасибо. Вы с Кирой отличная пара. Здрасте. Здрасте. Ген, только ты посильнее прикручивай. Не на работе. Не учи. О, нормально. Мужик в доме появился. Сразу чувствуется. Лучше отвертку принеси человеческую. Крестовая есть у тебя? Плохая-то, да? Плохая-то, да? Плохая-то, да? Плохая-то, да? Плохая-то, да? Плохая-то. А дома гвоздя в стену не вобьёт. Можно? Аришечка, тебе сюрприз. Сашулька, входи. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Видишь, как новенькие. Держи свои хрустальные башмачки. Да, Сашуленька с утра сбегал в мастерскую, починил. Красота. Спасибо вам. Спасибо, на здоровье. Слушай, Женек, давай-ка сейчас сходим в магазин, купим другие крепления, да? Давай, я сам скажу. Нет, ты в чужом городе, ты вообще не знаешь, где магазин. Так что давай. Ой. Шляпу не забудь. Кирочка, мы буквально над бигом. А теперь, Женек. У нас есть пару часов заслуженного отдыха. Ген, нам вообще-то ехать надо. Какой же ты нудный. Ген, я серьезно. Одно дело помочь по дому, а другое себе устроить выпуск посреди рейса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай в барчик сходим. Там обычно такие девчонки. Ген, я все-таки тебя не понимаю. Кира, чудесная женщина. Так, хватит за нуту сходить. Лови момент. Наслаждайся жизнью. СМЕХ 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 Вот, уникальный человек. Я вас хочу с ним познакомить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девушка, три пива! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 СТУК В ДВЕРЬ Ген, что с тобой? Всё нормально. Слушай, чё, чё, чё? Душно. Так, на свежий воздух. Всё. Давай вот сюда, на ступеньки. Мы будем заниматься музыкой. Нет, гулять я тебя не отпущу. Пока не позанимаешься... Ну чё, как ты? Нормально. Может, врача? Уже лучше. Тогда подожди здесь, я за нашими вещами, и пойдём. Ух. Ух. Осторожно. Давай. Пойдём. Пойдём. Спасибо. Поздравляю, твою куртку спёрли. Твою барсетку тоже. Погуляли? А что вы читали? Журнал. Интересно? Очень. А вы красивая, Арина. Спасибо. А может быть, перейдём на ты? А может, мы перейдём с кофе на вино? У меня есть за городом уютный домик с камином. Посидим, поговорим. Погуляли. Обожаю. Уютные дома с камином. Написали? Вот, пожалуйста. А вы? Пишите. Товарищ следователь, вот нашли возле кафе. Девицы, видимо, скрылись через служебный вход. Спасибо, Антон. Ваша? Кажется. Проверяйте. Так-так. Деньги спёрли. А они? Они самые. Ну что ж, спешу вас поздравить. Вы у них уже десятый, эти клофелинщицы. Юбилейные. Вот ведь повезло. Особое пожелание. Будут? Я быстро. Да, звёздочка моя. Нет, пораньше я не смогу. Много работы. Я вынуждена задержаться. Ну что ты, что ты? Какие женщины? Ну что ты, ну какие женщины? Просто назначили опять совещание. И придётся вот задержаться. В общем, буду поздно. Сын не может уснуть. Ну только расскажи ему сказочку. Ну придумай что-нибудь своей безмозглой головкой. Дорогая, я не куплю тебе колготки на твои кривые ножки. Потому что придётся купить коньяк шефу. Да, у него опять день рождения. Да, такое тоже бывает. Два дня рождения в году. Ну ладно, всё, звёздочка моя. Пока. Ну и где теперь её искать? Найдём. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Япона-мама. Что за народ, а? Что за страна? Ну? Ну? Вот. Магнитолу тоже спёрли. Говорил же, плати сразу. Дешевле было бы. Это противоречит моей философии. Да достал ты уже со своей философией. Слушай, ты! Ну и где вас носило? Кирочка, понимаешь, что это? Короче. Вот. Кира Викторовна, я всё сейчас объясню. Это я виноват. Я в городе заблудился. Вот курт куда же посеял? Руки мойте. И за стол. Тапки в тумбочке. Угу. Ариш, ты что ли? Да, я. Да, я. Мне вот дети прислали новое фото про внуков. Садись, покажу. Посмотри, это мой старшенький. Вот. А это, посмотри, лапочки богатыри какие. А это вот младшенькая, от старшего сына. Ты моё солнышко. Посмотри, правлочка какая. А это вот я в медсанбате. Видишь? Санитарочка вот. А это кто? А это Сашечка в сорок пятом. А это вот мы с ним в пятьдесят четвёртом, в Геленджике. Сашечки тогда дали путёвку от Министерства обороны. А что с тобой? Что это такое? На тебе лица нет. Всё отлично. Начинаю новую жизнь. Без мужчин. Нет любви. А для дела я себе мужика всегда найду. Знаешь, мне сколько мой нервов потрепал. Если б ты знала, как я устала. В сорок пятом в медсанбате я за его жизнь боролась. А потом все оставшиеся годы за его чувства сражалась. Но ведь так неправильно. Девонька моя родная, кто знает, как правильно? Вот ты чувствуешь, мужик твой, судьбой тебе предназначен. Ты борись за него. Держи его крепче. Не отпускай. Ну, а как же. Ну, он же всё равно кому-нибудь достанется. Почему не тебе? Ты что, не самая лучшая? Я вас слушаю. Мне нужен Гена. Он уехал только что в командировку. Что, опять с анкетированием? Я вам сейчас расскажу, в какие командировки он ездит. Э, э, ты что, мать, ты куда пошла-то? Женщина, что происходит-то, я не понимаю. О-о-о. А мы с Геной вот в этом же самом месте фотографируем. Не надо хватать. Из-за Челодосии, так? Ну, так. Санаторий Полтава, вино Бастарда, экскурсия в Чуфут-Кале. Знакомо? Всё знакомо. Я не понимаю, что происходит. Вы Генина жена. Я любовница. Ничего непонятного. А я вам не верю. Хорошо. Гена родился 28 августа в Рике. Окончил трекольца политеха, а потом изгремел в армию. Служил на Камчатке. Это из любой анкеты можно узнать. Обожает пельмени и свинины. Когда смотрит телевизор, шевелит пальцами ног, любит фильм «Ирония судьбы» и болеет за ЦСКА. Кстати, а вас он тоже звёздочка моя называет? Гонишь ты всё. А ну, пошла отсюда. Слушай, что ты орёшь? Я поговорить пришла. Я сказала, пошла отсюда. А то так по мордам надо её мать родная не узнает. Поняла? Слушай, ну что он в тебе нашёл, а? Чего? Ты же ледокол Сибирь, а не женщина. Пошла отсюда. Вон там дверь, иди. Звёздочка моя пришла тут. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Не я пришивала. Рука женская. Эй, ты! Стой! СТУК В ДВЕРЬ Ты можешь толком объяснить. А то пришла, наболтала и убежала. Женек, чего ты надулся? Подумаешь, сперли куртку. Хочешь, я тебе на день рождения новую подарю? Да не в куртке дело. О чем тогда? Просто весь этот хаос раздражает. Захотел, к жене заехал. Захотел, по девочкам пошел. Женек, ну чего ты такой скучный? Расслабься. Знаешь, Ген, я не ханжай. Я все это понимаю. Просто менять и твои двойные стандарты выводит из равновесия. Ух ты. Двойные стандарты. Ой, ой. Все пропахло твоими пирожками. Это меня с говядиной. С собачатинами с говядиной. Я что, китаец? Как ты собак жрать? Я не китаец, я кореец. Следующий город за озер. Идет одна дорога. Не ошибемся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай. За знакомство. Давай. Фу. Фу. Да не вздыхай ты. Тебе все равно лучше. Ты жена. А я кто? Да какая я жена? Ой, знаешь, я всегда думала, штампы – это ерунда. Главное, чтоб мужик в доме был. А он, видишь, что? Смех. Слушай, а может, все эти Светочки и Лидии, и Анжелы тоже? А вот это я как раз и собираюсь выяснить. Следующий город по маршруту – Заозерск. Заозерск. Анжела. Алло, это вокзал? Здравствуйте, девушка. Скажите, пожалуйста, а во сколько ближайший поезд до Заозерска? Заозерска. Угу. Скажите, а можно забронировать твоя билета? Да. Да ты что? Ты что думаешь, я просто так сидеть буду? Вместе поедем. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 почему он постоянно в разъездах, выдвинуть аргументы. Нет, так не пойдёт. Невнятно, скромко, но скажем прямо. Гена ваша, то есть наша. Мирзавец и подлец, всё. А, здрасте, здрасте, здрасте. Я вас уже заждалась. Заходите. Заходите, заходите. Заходить не стойте, мы вы чего? Здравствуйте, здравствуйте. Наконец-то. Не разувайтесь, девчонки. Так. Ну что, девчонки, кофейка вот. Давайте. Вот. Печенье вот. Спасибо. Ой. Ну, вставай. Ему? Да. Ну, вставай. Так. Ага, ага. Груша. Попа, гол, грудь вон. Вот, Италия есть. Ну-ка, повернись-ка. Повернись. Угу. Третья полнотная группа. Давай, девчонки, материал. Какой материал? Ну, вы что, с луны упали? Чеши. Что? Чистая шерсть. Вы от Нинки пришли костюм шить? Да нет, мы по поводу вашего мужа. Да нет, просто. Вы не волнуйтесь. С ним все хорошо. Он жив и здоров. Ага. Так. Просто ваш? То есть, он то есть наш. В общем, он вам изменяет с нами, а нам с вами. Понимаете? Ну, пока не очень. Да кабель он. От вас ко мне бегает, от меня вон корешки. Достоверно узнали. Я понимаю. Это звучит чудовищно. Ну, а я подозревала. Женек, слышь? У меня в Заозерске дело одно есть. Надо бы остановиться. Какое дело? Личного характера. Ты мне мама родная, что ли? Я перед тобой отчитываться должен. Да нет. Просто у нас есть график пути, есть намеченные остановки. Жень, хорош. Ну, что хорош? Мы так в Москву и через месяц не приедем. Ну, короче. У меня в Заозерске есть жена. Что, еще одна? Женек, ты не суди. Ты пойми. Не могу я постоянно жить с одной женщиной. Понимаешь? Нет, я этого не понимаю. Да, честно говоря, я не хочу понимать. Там женщина, тут женщина. Сколько у тебя их? Какой же ты нудный. Веришь или нет? Но каждую женщину в своей жизни я искренне люблю. Такой я человек. Гена Вершин. И другого не будет. Тут уж ничего не поделаешь. А мне так любить всех, значит, не любить никого. Ой, Женек, много ты понимаешь. Они же такие несчастные. Такие одинокие, брошенные. И тут появляюсь я. На своей фуре. С подарками. С нежными словами. Веселый, голодный. Они же расцветают, как цветок. А потом все. Пока, любимая. До скорого. И главное, надо есть ведь никогда не успеваю. А? Красота. Красота. Ген, ты пойми, я не против женщин. Ты понимаешь, как-то мой внутренний мир разбивается в твою жизненную философию. Ой, завернул. Ой, завернул. В командировке стал часто ездить в последнее время. А телефон зазвони, другу возьмешь, а там молчат. Ну, ясно ж перед, что женщина. Ну, что, когда все точки над «и» поставлены, что делать-то будем? Да, выставлю я его, девки. Три шеи выставлю. Сидите. Сейчас мы ему устроим. Сюрприз. Ну, наконец-то. Явился, не запылился. А я уж дождалась. Ну, лапочка моя, ну подумаешь, чуть-чуть задержался. А то уж прям сразу. Лапочка. Да, лапочка. Сразу лапочка стала, а. Смотри. Ты чего? Ну что, кобелина, нашлыдался? Что, мать, случилось чего? Ой, не надо. Не надо. Мне тут святого изображать. Не надо. А вот, смотри-ка, у нас гости. Ну что, не узнаешь, Вовик? А? Я правда ни черта не понимаю. Послушайте, произошла ошибка. Да ты что, ну теперь это случилось? Вовик, ну что ж ты делаешь? Ну, подожди ты, ну. Стоп, 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 стоп. Я тебя сейчас убью. Стоп, было. Один раз, один раз, подожди, один раз было все. Ну, без вопросов. Один раз. Один раз. Все-таки было, все-таки было. Я ж тебя люблю. Да все, оно прилипло, как банный лист. Банный лист, я тебе сейчас этот банный. Ну что ты, господа, отжди, да ну люди же. Донусь. Так, дом 33, квартира 22. Ну, напутала чуток. Ну, Гина тоже молодец. Пишет, как курица лапой, за корючки какие-то. Я за тебя вон какой скандал вышла. Не, ну полный финиш. Я еще виновата, что ли? Если бы этого носатого Гришка за душой не было, ничего бы не случилось, понятно? Пошли. Гришка за душой не было, что ли? Гришка за душой не было, что ли? Чуй того. Лейтенант Шкода, ваши документы. Так, 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 так. Значит так, в рамках операции антинаркотик вашу фуру следует отдогнать на специальную стоянку, где бы мы могли ее внимательно осмотреть. Извините, а на каком основании? А на том основании, что, может, у тебя в аккумуляторе героин, а вниз еще какая-нибудь хрень спрятана. Что-то я не слышал, никакой спецоперации. А тебе что, должны из МИДа каждый день докладывать? Ваши документы. Значит так, один ведет, второй со мной в машину. Чего? Мент левый. На номера посмотри. А что делать? Мне предлагают дальний рейс без договора. Товарищ лейтенант! А они все честные, а вместе просто зора. Там не клевать, я сяду за баранку. Нажму на газ, я включу шарманку. Мне голос девичий споет, что я в дороге. И что любимая моя, она в тревоге. И на развилочке дорог у белой рощи Не подключается приятель дальнобойщик. Тебе налево, а мне направо, и груз не легкий, и дорога не халява. Тебе направо, а мне налево, так ты ответил мне здесь конец припева. Мне голос в радио расскажет про погоду, Чтоб скорость плавил я и ему угоду. Я настоял и съем слоеный пирожок, А за столом водитель мой дружок. Тебе налево, а мне направо, Мы спим не дома, нас до мура ждет, как лава. А дальнобойщик не дурак, сходить налево, Так ты ответил мне здесь конец. Сейчас я научу тебя, маму, любить. И в небо их, не в небо их, не в небо их. Ой, мама! Ну и что это было? Да черт его знает. Так, вот 33. Так, давай сюда. Первой объясняться с ней буду я. Ты говоришь невнятно, неправдоподобно, На аферистку похоже, ей-богу. Ага, ты уже наобъясняла. Ой, да ладно, там другая опечатка вышла, знаешь. А тут я ей прямо скажу, вот, 22-ая, Без всяких кружев скажу, короче, Здравствуйте скажу, Ваш муж Гена нам, Вам то есть изменяет с нами, вот. Я в таких ей сейчас цветах все опишу, Она сама первая от него откажется. Ну, а мы с тобой как-нибудь его уж поделим. Слушай, может, ее дома нет? Эй! Здравствуйте. 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 А вы просите, к кому? А? А это ко мне, Николай Леонидович. Здравствуйте, Анжела Николаевна. Все дымите, не бережете себя. Привычка. Вторая натура, Николай Леонидович. Здрасте. Здравствуйте. Я, вообще-то, тренер по фитнесу. Учу всех здоровому образу жизни, А сама дымлю, как паровоз. Квартира съемная, Поэтому приходится курить на лестничной клетке. Проходите. Вот вынем брюлики, Сдадим, куда надо, И дальше что? Ты вот чем займешься? Другим делом. Зачем? Бабок-то будет, Хоть пяткой жуй. А я вот на Енисей подамся. Осетра ловить. Знаешь, там какое седо? Во! Эх, ничего ты про себя еще не понял. Что-то Шкода не звонит. Позвонить надо уметь ждать. Я вот только одного не могу понять. Как нам, Таким молодым, привлекательным женщинам, Какой-то хорек, Сумел мозги запудрить, а? Ой, я однажды в машине женскую фотографию нашла. Геночка мне говорит, что это, мол, Ромкина подружка ему подарила. Но я Жанку-то его знаю. Но все равно поверила. А я однажды В бардачке отрыла эту помаду. Говорю, Ген, что это такое? А он говорит, это Ромкины подружки. Я тут вообще ни при чем. Девочки, А я вообще взяла его сотовой. А там женский голос. А Гена мне говорит, Это Ромка. Дал мой телефон, конспирировался. Я еще подумала, Вот Дон Жуан-то этот Ромка. Ну, теперь-то мы с вами знаем, Кто у нас настоящий Дон Жуан. Анжел. Ну и что ты теперь Про все это думаешь? А чего мне думать-то? У меня этих мужиков Куча. На черта мне этот водила. Забирайте. Я вот только одного Не могу понять. А вам-то он зачем После всего этого. А? Ну, а кто кроме него? Это ты у нас, Анжела, Из тех женщин, У которых куча кавалеров И которым каждый день Дарят миллион алых роз. Миллион алых роз? Да. Я такая. Девчонки, А у меня план есть. А давайте, Генке, Сюрприз устроим. Давайте мы его втроем Стретим сегодня. Ага. Закатим семейный ужин. Да? Да. Девочки, Только мне Нужно на работу. Начинайте без меня. В общем, Вот вам ключи, Располагайтесь. Анжела, А ты не боишься нам Вот так просто ключи-то оставлять? Чего мне бояться? Мы же Родственные души. Почти родственники. По мужу. Ой, Господи. Тихо, тихо, девочки. Ну что? Это же Макс. Макс. Мой маленький. Напугали бабы, да? Ты мой единственный И самый любимый мужчина в мире. Понял? Ой, боюсь я этих гадов. Ага. Прям до дрожи не могу. Давай мешочек возьмем. Хорошая, вроде, крепенькая такая. А что? Ну не знаю. А ялочка сломалась. Давайте, посмотрите. Какой, какой родник? Смотрите. Какой родник? Молочко, сметанка. Сметанка, молочко. Почем сметана, мужик? Хорошая сметана. Классная. Покупай. Я вижу, цену спрашиваю. Двести рублей. Она у тебя что, золотая? А у нас не магазин. Распродажи нету. По такой цене у вас ее никто не возьмет. Давайте по сто рублей я возьму две банки. Двести. Давай, давай, давай. Держи его. Держи вора. Стой! Сметана статная. Жадность порождает бедность. Пошли. Давай, давай, пошли. Не украдешь, сыпь не будешь. Апельсины почем? Апельсины 80. Берите девушку. А лимоны? Лимоны 60. Что так дорого-то? Господи. Ну так. Шкода говорит, что фура еще не проезжала. Ну и куда ты прешь? Что, обалдел что ли совсем? А ты на кого наезжаешь? Ты глаза свои разуй. Ты вообще видишь, куда ты идешь вообще? Что ты вылупился? Тут люди ходят. Не видишь, мы люди тут. Мы идем. Что ты смотришь? Простите, я вас не ушиб? Да ладно, я сама виновата. А вот еще один. Позвольте, я вам помогу. Да ладно, я еще и тяжелее носила. А что отказываться-то? Давай, помогай. А то налетел, толкнул. На. Давай, неси. А думаешь, смыться не получится, ясно? Эй, самурай, я в машине. Давай, иди. Молодцы! Сисечки, вперед! Понеслай, девочки! И раз! И раз! Молодцы! Девочки, продолжаем, не останавливаемся, а я сейчас вернусь. Представляешь, Анжелка, завтра должна выйти моя статья про гольфистов на первой полосе. Ну, в общем, я отвратился у редактора, он дал тайм-аут. Знаешь что, давай только по-быстрому, а то у меня мало времени. Ты чего? Игорь, а почему ты мне никогда цветов не дарил? Цветов? А что, надо? Ты чего, с ума сошла? Мужчина, а мужчина? Вы меня? Ну, а кого же еще? Можно вас на минуточку? Мне помощь нужна. Помогите, а мужчина? Ну, мужчина, ну какой вы смешной. Короче, что надо? Проводите меня до работы. Но здесь недалеко. Ну, вы такой видный, такой представительный мужчина. Мой Никита обязательно приревнует. Ага, и по ушам не надает. Мужчина, куда там надает? Да вы что, вы же вон какой большой, а он так люпик. Если недалеко, то идемте. Возьмите меня за руку. Нежнее. Ну вот, вы пришли. Шикарно прошлись. Ну, пока. Здорово, лейтенант милиции Иванов. Может быть? Не понял, что за дела? Тихо, тихо. Ребята! Привет, Толик. До свидания. До свидания. Нормально. Лана? Сейчас, подожди. А ты знаешь, Толик, у меня сегодня день рождения. Вы знаете, с вами часто такое случается. Я задумываюсь и тучайник спалю. А то, знаете, бывает и человек, и с ног могу спить. Вообще и россиян. В этом с вами очень похоже. Правда? Правда. Я тоже бываю таким рассеянным. Спасибо. Дальше я сама. Конечно. Конечно. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания. Как вас зовут? Арина. Арина. Очень приятно. Красивый. Вауян. Вауян. Очень приятно. До свидания. Ну, что, стоит твой азиат. Хоть рукой ему помаши. Почему сразу бы? Просто помог донести мне сумки. Ладно тебе. Но учти, у них доминирующий ген. И дети у тебя будут китайцы. Я предпочитаю отечественного производителя. Пошли. Духусь, ну глупо дуться. Из-за каких-то цветов. Я не забыл. Да, Дусь. Давай поговорим потом. У меня срочная консультация. Ну, вечером поговорим. Ну, все. Целую. Пока. Пока. Духусь, ну я просто не успел. Ну, хорошо. Зай, ну купи себе сама цветы и что-нибудь на день рождения. Ладно? Ладно. Ну вот. Ну, гражданин Иванов, рассказывай. Ну, а чего рассказывать? Шел с рынка, никого не трогай. Меня не волнует, куда ты шел. Ты мне такую вещь расскажи. Какого хрена ты с моей бабой путаешься? А? А? А, так это ты... Чего? То есть вы? А девушка, это значит, ваша девушка. Так, послушай, приятель, сидеть. Я все расскажу. Иду с рынка. Никого не трогаю. Да чего только бабы не придумают, чтоб мужика зацепить. Вот у меня была подруга. Так вообще, полный ах тут. То ночью позвонит, то СМС пришлет. Один, не один. Одного дура понять не может. Захочу скрыть, и она никогда не узнает. Ладно, убедил, извини, если что. Да ладно, бывает. Если что, ну, какие-то проблемы возникнут, звони. Помогу, чем смогу. Договорились. Все, давай. Ага. Мне нужны розы, тридцать одна штука. А вам какие выбираете? Самые лучшие. Тогда вот эти. Их всего тридцать, по сто рублей. Будете брать? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что вы, вам подарили, вы любуйтесь. А мне не дарили. К тому же их чётное число. А, ну если чётная, плохая примета. Спасибо. Возьмите женщину. Мне за что? Просто так, рекламная акция. Дарите женщинам улыбку. Большое спасибо. Возьмите. Возьмите. Спасибо вам. Возьмите. Это вам. Это вам. Дарите женщины. Все, хорош, успокойся. У меня тут появился знакомый мент. Может, помочь. Вот и телефончик оставил. Удача с нами. Ёбцироки. Кот, дучак. Ботанцок, бодуром, маки. Что случилось? Так это ж я. Ты что? Я? Поехали. И японам, мама. Все вы китайцы на одно лицо. Анжела, продыми что-то все. А мне пофигу. Че ты на меня так смотришь? Да нет, просто показал, что ты чем-то расстроена. А че мне расстраиваться? У меня все замечательно. Вон Игорек сегодня заходил. Журналист, между прочим. Пятиминутный перерыв, так он сразу ко мне. Потрахать ты, сволочь. Эй, ладно тебе. Из одного дурака рветь. Почему же одного? Был и другой. Я ему говорю, день рождения у меня. А он, сволочь, хоть бы одну ромашечку подарил. Так деньгами откупился и все. Ну и пошел он к черту. Ну и не нужен нам такой. У нас, между прочим, тоже своя. Гордость имеется. Да гордость у нас может быть и имеется. Вот только мужиков нормальных нет. Ты подумаешь, мужики. Ты нормальная, красивая, свободная женщина. Чего ты плачешь, сидишь? Да потому что я не хочу быть свободной. Я хочу быть замужней. Ой, да не поверю я, что среди всех твоих любовников не найдется хоть одного нормального. Слушай, а давай-ка мы их всех позовем к нам на вечеринку, а? И устроим смотр. Давай, давай. Давай рассылаем всем эсэмэски с приглашениями. Ну, один адекватный-то найдется. Давай попробуем. А ну? А так, а что писать-то? Ты шо? Если я для тебя что-то значу, приходи сегодня ко мне в шесть. Очень хорошо. Кратко, но емко. Давай. А как же Гена? Гена же должен прийти. Очень хорошо. Вот мы его все тут и встретим. А она, представляешь, поверила. Устроила своему такую взбучку. Ну, а мы с Алинкой, главное, руки в ноги и быстрее оттуда убежали. А он ей говорит, да она сама ко мне как баннель есть приклеилась. Я же тебя только одну люблю. Девочки, без пяти шесть. Ой-ой-ой, мой фирменный салат. Вот, шапка Мономаха. Давай. Проходи. Здравствуй. Да. Я ушел из дома. Как-то и хотела. О, Господи, боже мой, опять он. Легок на помине. И тут вы. Здрасте. Здрасте. Это он? Угу. От жены ушел, да? Это ж Валька тебе, самого. Да, вот. Давай. Прилипло, да? Как банный лист. Собирай давай, манатки. И вали отсюда. Ну, подожди. Давай, говорю. Забирай вот это все. Подожди, я тебе сейчас все объясню. Вали отсюда, жени. Иди отсюда. Я сам пришел. Валентина ждет. Молодой человек, молодой человек. Я? Подарите женщине улыбку. Недорого. Всего 200 рублей. Полседьмого. Это Сережа. У него так же, как у Вадима и Андрея, очень сильно заболела мама. Господи, эпидемия какая-то. Генка. Давай. А я смотрю, у вас тут музыка, шары. Ну, думаю, видимо, день рождения у вас. Надо зайти, поздравить. Это вам. Вот, ну, я не вовремя, я пойду. Ой, да что же вы на пороге-то стоите? Заходите, заходите. Пойдемте, пойдемте. У нас стол на уме. У нас стол на уме. Пойдем. У вас теперь никого нет. Тарелочки, тарелочки. Тарелочки, так, 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 так. Садитесь. Ну, неловко. Садитесь, садитесь. Ну, как-то... Так, вилочку чистую, чистую, вилочку. Вот твой фирменный салат. Шапка Мономаха. Да, спасибо. Ну, что, тост? Ну, да. Анжела, позвольте мне вас так называть. Вы... Вы чудесная женщина. Если бы я мог, я бы... Вы такая светлая. Светлая. За... За вас? Нет. За... За любовь? Да нет же. С днем рождения. Господи. Молодец. Какие хорошие слова, а. Ура. Все пьем. Ой. Ой, мамочки. Господи, боже мой. Тихо, тихо, тихо. Аккуратнее, аккуратнее. Господи, как же так, а. Ой. Да. Я не могу видеть кровь вообще. Тихо. Спокойно. Больно? А. Эх ты, черт, стеклышко под кожу зашло. Так, сидим спокойно, руку не опускать. Угу. Сейчас я приду. Анжела, цветы-то давай. Как так получилось-то. Кошмар какой-то. Так. Опа. Сейчас все полечим. Тут стеклышко попало, надо обязательно вытащить. А то нагноиться. Дезинфекция. Так. Вот сюда. Спасибо. Так. Перекись водорода. Сейчас немножечко пощипет. Ну-ка, давай-ка сюда. Опа. Так, тихо, тихо, тихо. Потерпеть немножко. Потерпеть. Ага. Так. Ну, давай посмотрим. Так. Больно здесь? Угу. Вот оно, родимое. Оп. А вот и стеклышко. Ну-ка. А сейчас? Сейчас кольца? Нет? Ну, вот и все. Вот, сейчас забинтуем. И все пройдет. Вы знаете, совсем не больно. Да? Я же доктор. Да? Ну, честно, работаю. Да. Вы раньше мне казались таким... Мямли. Да. Знаете, я уж привык. Я в школе, когда учился, заикался очень сильно. Сейчас только доволнуюсь. Ну вот. А в школе, ой, маленький такой, в очках, заика. В общем, ботаник, ботаником. А тут недавно мы, ну, на Эльбрусь туриста спасали. Там лавина сошла. И... Да вы что? Да, ну вот. А я на Кавказ езжу на горных лыжах кататься. Да? Да. Вы любите горные лыжи? Обожаю. И умеете кататься? Кататься не умею. Все время падаю. Да? Да. А давайте я вас научу. Я с детства катаюсь на горных лыжах. У меня разряд. Хотите? Хочу. По-моему, мы тут лишние. Пойдем. Ну вот и все. Послушай, как хорошо получилось. Ну, хризантемы, конечно. Не орхидей. Но, с другой стороны, все равно приятно. Слушай, да ладно тебе. Там номера прямо в деревянных домиках. И вот, представляешь, на улице мороз, минус 30. А в домике тепло. А вот. Звездочка моя. А у тебя разве сегодня день рождения? Да. Вот, мать моя женщина. Совсем головодырявая. Поздравляю. Спасибо. А что с лапкой? Ничего. Порезалась. Ничего страшного. Давай, поцелуй. Все пройдет. Ну, ладно, Ген. Ух ты, моя сладкая. Я же говорю, ничего страшного. Порезалась моя девочка. Гена, подожди. Гена, Ген. Здравствуйте. О, скорая помощь. Ну, ладно. Я, наверное, пойду. А то с вами заговорился, замечтался. С... Спокойной ночи. Да. Не понял, а где гости? Разошлись уже все. Ну, что ж, тем лучше. О, шапка Мономаха. Сама готовила. Отведаем. Вкусно. Молодец. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Я. Не я. Ты куда, Анжельчик? Ухожу. В смысле? Куда? От тебя. Молодец, подожди. Звездочка моя. Николай Леонидович, мы, кажется, не договорили. Молодец. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да. Ну, в общем, сделал всё, что смог. Все посты предупреждены, все выезды из города перехвачены. Так что не проскользнёт ваша фура. Ну, спасибо. Давай. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, что? Когда ведёшь себя правильно, за тобой пойдут и без приказа. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В книжке одной подсмотрел. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И Сэм ответил, Джордж, у меня на это нюх, как у волка. Как у волка. Нет, лучше, как у койота. Так. Нутром чую, когда баба... Нет, лучше, когда женщина меня любить перестаёт. И налево смотрит. Интуиция называется. И Сэм довольно долго и нудно стал рассуждать об интуиции, пока Джордж не перебил его. Эй, Пушкин! Чё случилось? Жена выгнала. Доволен? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну чего расселся? Времени ждёт. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Девушка, ну как нет билетов? Ну что за город, что туда билетов нет? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А купе? Может купе есть? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 СМЕХ Ну вы и умники-китайцы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот смотри, утром познав истину, вечером можно умереть. Но ведь в точку же. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вон, вон, давай скорее! Ненавижу, я пью. Стойте! Подождите! О, господи! Стой! Лови машину! Подожди! Мать честная! Фу! Черт! Да, алло! Ну, бери скорее машину, а! Ты не в ту сторону поехала! Ты в крустье, вот 30-й стоит! Мужчина, это какой автобус? 110-й. Как 110-й? Да так. Эй, водитель, остановите, пожалуйста! Да хорошая, а куда вы? Добавьтесь! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Чего так и будешь сидеть? Да буду. Кира, я вот думаю. Ну, а если бы мы с тобой друг о друге не узнали? О других жёнах? Чего тебе всякая ерунда в голову лезет, а? До Святогорска довезёшь? До самого города нет, но по пути, садись. А сколько стоит-то? Да нисколько. Только чур не спать. А вы как, девчонки, весёлые? Да ты не бойся, не бойся. Мы весёлые. Мы болтаем. Давай, залезай. Мы очень весёлые. Ой, сейчас. Держи. Субтитры подогнал «Симон» 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 Нужно на «А» Давай лучше в города Наша фура. Нет, нам не рано тебе. Это на прицепе. Ну и что? На прицепе всегда от руки. На тегач посмотри. Три семерки. Тихо, тихо, тихо. Не жмись за сего. Сам знаю. Теперь они от нас не уйдут. Ну, 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 ну. Что ж такое-то, а? Все. Это дедок меня совсем уболтал. Лучше бы я деньги заплатила, хоть бы поспала нормально. Ну, ладно тебе. Зато скоро будем на месте. Главное, чтобы Генка раньше нас к ней не переехал. Ну, пожалуйста, ну, остановись, ну, пожалуйста. Давай, 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 давай. О, другое дело. Слышь, друг, до города довезешь? Садитесь. Спасибо. Давай, первая. Ага, давай. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Девчонки, можно я закурю? Можно. Закуривай. Да вы не волнуйтесь, там менты на трассе стоят, объехать хочу. Стихосмотр, что ли, ездишь? Да нет, баллоны с кислородом везу. Да что, ее же в специальных машинах возят. Слушай, они же рвануть могут. Да не волнуйтесь, дорога гладенькая. Чего это, у тебя все, что ли? Да уж, мои харчи не твои. Да. Ну, Манжелка, как нам подсуропило. Все-таки красивая баба была. Я с ней даже себя как-то краше чувствовал. Думал, раз рядом со мной такая женщина, то и я, значит, ого. Самолюбие свое тешил. Слушай, Женек, вон. Там машина, за нами от самого за озерка тащится. Странно, да? Ага. А ну-ка, притормози, я на руль сяду. Что-то не нравится мне эта бэха на хвосте. Нет, Ген, ты, конечно, у вас волк дорог, но я тоже не заяц. Теперь вы от нас не уйдете, ребятушечки. Женек, тормозни. Ну и чего? Куда поехал? Они нас заметили. Не надо маячить, могут заподозрить. Ну и что это было? Не знаю. Дорожный бандитизм. Уходят. Уходят. Япона-мама. Ну что теперь делать? Без паники. Сейчас вернем через деревню и на въезде в город их поймаем. Япона-мама. Тихо, 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 тихо. Боже мой, осторожней, ну. Спокойно, спокойно, дама. Там чу в три секунды. В каждом твоем долбанном баллоне давление в 150 атмосфер. Мы же взлетим сейчас, к ядре не пели. Ой-ой-ой, подумаешь. Не взлетим. Да спокойно, спокойно выйдет. Я выйти хочу остановить. Мы хотим выйти. Останови машину. Не трогай меня. Смотри. Останови машину, пожалуйста. Останови. Останови. Сиди спокойно, ну. Ну что, нормально я говорю? Спокойно, блядь. Упокойтесь. Ну вот, закаркали, дуры. Вон там, притормози. Ну, чего опять? У меня небольшое дюльце есть. Здорово, Зойка. Здорово, Калаброд. Как бизнес? Да ничего, торгуем помаленечку. Помаленечку. Возьмешь что-нибудь? А есть что-нибудь новенькое? Новенькое. Вот, возьми, медведя. Смотри, какой симпатичный. Новая модель. Спасибо. Стречи не надо. Еще этого возьмешь? Смотри, какой хороший. В следующий раз. Ну ладно, счастливо. Пока. Поехали, что ты смотришь? Не дри твою налево. Черт. Вот ты, екарный бабай. Палочки лесные. Ядрелок, черный коротень. Печоки, выходи. Что? Павелушка, пойдите под колесо положи. Кто, мы? Нет, я. Ну, что сидим? Давай, вылезай. Давай, бери. Ну, бери, бери. Что ты боишься? Ну, поднимай. Да не могу. Ну, что не могу? Поднимай. Еб. Горный бабай. Черт бы подрал это российское раздолбайство. Не нравится? Иди пешком, а. Чего? Пешком? Пешком. Да, пожалуйста. Кир, постой. Куда ты? Кир, да остановись ты. Кир, да остановись ты. Кир, да остановись ты. Кир, да остановись ты. Да постой же ты. Кир, да гордость совсем немножко осталась. Кир, ну, садись. Я прошу тебя. Да садись, дальше нормально. Кир, сядь, пожалуйста. Нет, ну, если, конечно, вы все так хотите, конечно, я сяду. Давай. Держись! Держись! Ну и где эта долбанная деревня? Два часа уже рассекаем. Судя по карте, где-то здесь. Да, в России две беды. Дураки и дороги. В данном случае дураки – это мы. Кира, постой! Подожди, Кира! Так все, я решила, я еду домой. В Жеке, наверное, без меня черт знает, что творится. Буду жить, как жила. Кира, а как же я? А что ты? Мы с тобой не встречались, никуда мы с тобой не ездили. А про генины измены я ни сном, ни духом. Приснилось? Кир, ну мы же решили с тобой бороться. Господи. Да не нужна мне ни борьба, ни бури. Так не то, чтобы без мужика. Так и без головы останешься. Ну вот и все. Кира, ты права. Наверное, не надо никуда ехать. Глупая затея. Удивительный ты человек, Кир. Вот ты как раз из тех людей, которые всегда знают, как надо и куда идти. Я тоже рада, что с тобой познакомилась. Ты вроде нормальная, невредная баба. Да? Правда? Угу. А вот интересно. Какая она эта, Светочка? Что, Генка, мне нашел того, чего у нас с тобой нет? Может, она красивая? Но мы вообще-то с тобой тоже не уродины. Ну да. Может, она умная? Но мы тоже с тобой не дура. Ну да. Кир. Слушай, тут ехать совсем немножко осталось. Может, быстренько съездим? Одним глазочком на Светочку на эту посмотрим и мы сразу домой. Ну, Кир. Вот лиса. Умей что, уговаривать? Скорее, поехали. Давай, одним глазком и сразу домой. Конечно, конечно, конечно. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Как ты думаешь, мне бобриком постричься или только с боков снять? С чего ты-то озаботился? Ну, не могу же я таким репейником к жене прийти. К жене? Опять? Другим мог, к этой не можешь. Какие-то двойные у тебя стандарты. Это только у тебя все ясно и просто. Тормозни-ка там за поворотом. Так, бренек, там за городом стоянка есть? Я разберусь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что с вами? Все в порядке? Со мной все хорошо, кажется. Девушка, что вы по сторонам не смотрите, когда дорогу переходите? Это же вам не бульвар, не аллея, здесь же грузовики ездят. Я всю ночь не спал, я же вас убить мог. Вы это понимаете? Да не кричите вы, понимаете? Я шла в магазин, потом вспомнила, что мне нужно парикмахерскую, а потом подумала, что, наверное, все-таки лучше в магазине. И задумалась. Задумалась она. Полюбуйтесь, красавица, двери заблокировались. Черт. Давайте, может, я попробую, может, моя пролезет. Ваши ручки только запорожец открывать. Знаете, вы не волнуйтесь, пожалуйста. Подержите-ка. Так. Знаете, у меня был похожий случай у моей соседки с первого этажа. Помогите мне, пожалуйста. Слева рычажок. Вот этот рычажок, да? Да. Все, получилось. Ну, вот видите, я же вам говорила, что я все сделала. Спасибо. Вы действительно меня очень сильно выручили. Да ладно, ничего уж, все равно все из-за меня. Вы же извините меня, пожалуйста. Давайте помогу. Спасибо. Да, ну что вы. Давайте я хотя бы вас до прихмашки подброшу. Хотя, хотя на вашем месте я бы не стал стричь всякие шикарные волосы. Вы думаете? Уверен. А давайте я вас мороженым угощу. За мое спасение. Ну, не знаю. Значит, договорились. Прошу. Какое мороженое вы любите? Ой, я даже не знаю. Столько названий. Я вообще выбирать не люблю. Все время теряюсь. Давайте я выберу. Давайте. Знаете что? Давайте положимся на воле случая. Судьбы. Вы верите в судьбу? Да. Наверное. Ну, раз сейчас по радио играет Элегия Масне, предлагаю заказать мороженое Элегия с барцепаном. Две порции. А откуда вы знаете, что это Масне? Вы музыкант? Да нет. Я просто учился четыре года в музыкальной школе. На аккордеоне. Потом бросил. Сейчас жалею. Ну, а вот вы точно музыкант, да? Я играю в оркестре, в филармонии. Выбрали? Нам, пожалуйста, две Элегии с марцепаном и желательно Олегрина. Винегрета нет. Я просто хотел сказать, что мы торопимся. Ну, вот я и пришла. Спасибо. А знаете что? А вам тоже не мешало бы постричься? Да? А чего, я с удовольствием. Да? Здрасте. Здравствуйте. Давайте я уберу. Нет, спасибо. Проходите, присоруйтесь. Моем, да? Да. Полу понедленно. Вода нормально, не греча? Ну как? Джеймс Бонн. Нравится? Вам удобно? Хорошо. Опа. Это чайо? Светик. Мать моя женщина. А я к тебе. Как тебе? А как тебе моя стрижечка? Посмотри, я подстригся. Специально. Кладите сюда. Располагайтесь. Как будем стричься? Ну, как-нибудь поинтереснее. Ну, так и что здесь? Маникюр, педикюр? Да. Нет. Можем пойти домой. Твою? Ну, конечно. Айда. Ну, как будем стричься? Ну, можно бокс, полубокс, модельную. Ну? Так что выбираем? Да теперь уже все равно. От шляпы-то не видно. Так, Светулик. Я тебя сейчас догоню, хорошо? Держи. Ну, ладно. Увидимся дома. Давай, Звездочка моя. А что случилось? Ты знак на дороге видел? Тебе известно, что он означает? Ты мне всю плеши своим порядком проел, а сам машину где бросил? Здесь остановка запрещена. Ты слепой? Уже со Светочкой успел познакомиться. Молодец, поздравляю. А мне скрывать нечего? Да. Да, я познакомился со Светой. Вот так, да? Что так, Ген? Что так? Не надо на меня так смотреть. Это вышло совершенно случайно. Я тебе зла не желал и не желаю. Но, Ген, я сейчас пойду и все ей расскажу, потому что нельзя морочить голову таким чистым и светлым созданием. Ген, ты мерзавец! Чего ты на меня так смотришь? Ну, иди, рассказывай. Тебе адресов дай. Только знаешь, Инек, какой бы я ни был мерзавец, какой бы нудный я ни был, а все равно, несмотря на это, Светочка, да и другие мои жены, меня любят. Любят. Так что ты, брат, не кипятись. Остынь. И для начала подумай хорошенько. Я на стоянку. Я заправлюсь, как договаривались, так ты это, завтра не задерживайся, и так мы маршруты опаздываем. ЗВУКИ. Здравствуйте! Здравствуйте. А 38-я квартира на пятом этаже? На пятом. Да, красивый у вас дом. Дом работников филармонии. Интеллигенция. Потому и чисто. Музыкальный, значит, дом. Да, созвездие талантов. Вы знаете, вот вы к Светочке, это ваша подружка в 38-м. Вот ее отец был потрясающий скрипач. Она вся в него. Скрипачка, видишь? Подумаешь, я в школе тоже в хоре пела. Молодец. Цирковая, 39-я, 38-я. Пятый этаж, а лифт не работает. Безобразие. Музыканты. Слушай, мы же не договорились, что мы скажем-то этой Свете-то. Кто там? Добрый день. Здравствуйте, что вы хотели? Мы поговорить хотели, может, откроете? На предмет. У нас очень важный предмет. Да ты что? Мы с газетой «Светогорский вестник». По поводу интервью. Мы звонили вам в филармонию, но нам сказали, что вы уже дома. Мы собираем материал о талантливых музыкантах нашего края. Вон они, вон! Давай, давай, давай за ними! Ой, да что вы! Вот папа, он действительно был музыкант от Бога. Если бы вы слышали, как он играл 24-й каприз Паганини. Он просто жил им от первой до последней ноты. А я так, посредственность. А вы замужем? Ну, у меня есть муж. Гражданский. А как вы с ним познакомились? Ой, это была очень интересная история. Я помню, я сидела в кафе и плакала. А он подошел и успокоил меня. Почему вы плакали? Ну, у нас в оркестре был трубач один. Такой дурак. Он ухаживал за мной, а я ему отказала. Вот, а он потом начал что-то там сплетничать, интриговать. В общем, ужасно. А тут появился Ген и... И набил трубачу морду, да? Да. А откуда вы знаете? А... Ну да, действительно. И представляете, все прекратилось. Вы счастливы с Геночкой? То есть я хотела сказать с вашим мужем? Не знаю. Знаете, я совершенно не умею давать интервью. Вы уж простите меня, пожалуйста. Может, больше не надо. Не надо. Понимаете, Ген, он... Ну, он... Он, например, совсем не умеет... Не может отличить, ну, например, Баха от Бетховена. Или, скажем, Глюка от Моцарта. Ну, это ужасно. А как же вы с ним живете-то тогда? Ну, так как-то. А знаете, сегодня я познакомилась с одним молодым человеком. Он такой интересный. Тонкий. И представляете, он тоже дальнобойщик. Но при этом учится в университете, Пишет книгу и музыку любит. Ну, так это то, что вам не хватает. Вы думаете? Да я уверена в этом. Угу. А я не-то. Не знаю. Ой, в общем, не всегда так. Ну, вы так говорите про этого молодого человека. Я думаю, это и есть настоящая любовь. Да? Угу. Конечно. А как же гена? Ну, где гена? А где музыка? А потом, если не закроешь дверь в прошлое, не откроется в будущее. Как вы правы. Вы знаете, вы очень правы. Я очень рада, что вы ко мне пришли. Я вообще давно уже сомневаюсь по поводу гены. А знаете, что я думаю? А вы его оставьте, этого гену. Ну, зачем он вам? Просто возьмите и выбросьте его, как этот, отрезанный ломоть. Ну, не знаю. Светлана! Ой, вы такая удивительная, талантливая, потрясающая, великолепная. Так, нам пора. Как? Подождите, мы же не договорили. Куда спешить-то? Нам статью в печать надо сдавать. Всего хорошего. До свидания. Ну, вы заходите. Я вам про папу расскажу. Что случилось? Там, Генка. Ой, блядь. Иди сюда. Что? Иди сюда быстро. Тут открыто. Ты совсем спятила. Наши сварок могут принять. А ты куда полезла? Ну, что, звёздочка моя? Соскучилась? А что ты? А что ты? Ах ты растеряха. Ой, спасибо. Кто кофточку свою забрал? Ты есть будешь? Буду. Есть тоже. Лен, ну не надо. А то у меня там суп выкипит. Вроде сошёл. Пошли. Пошли. Опять дверь сломался. Опять что? Ой. У нас опять дверь открыта. Шурик! Ну вот. Так и есть. Забыла запереть, Сашенька. Ой, Шурик. Это ты последний закрывал дверь. Нет. Давай вспомним. Когда мы уходили, был звонок. Со студии. Я вышел. Ты разговаривала. Я ждал тебя там. Хорошо. Это я забыла закрыть дверь. Мне не надо подачек. Не надо. У тебя всегда кто-то виноват. Но я же только что согласилась с тобой. А как ты согласилась? Вот в том-то и дело как ты согласилась? Господи. Ты стал невыносим. Я не могу так. Давай разведёмся. Ну. Ну ладно. Саша. Ну прости меня. Я действительно неправ. Всё неважно. Главное, что ты у меня есть. Слава Богу. А чем это пахнет? Я забыл выключить чайник. Шурик! Так, посмотришь, задумаешься, на кой лето муж нужен. Нет, Кир, не скажи. Есть всё-таки счастье в браке. После обеда сыграй мне этого своего гайдена, который ты в прошлый раз сыграла. Это был Масне. Масне. Угу. Ну какая разница? Ох, хорош супец. Ой, хорош, горячий. Ой, мать моя, женщина. Только чистую майку одел. Наделки. Одежду надевают. Да. Ну, у меня папа в консерваториях не преподавал. Откуда мне знать? Стрижка тебе совсем не идёт. Ты же говорила, что хорошо. А сейчас, вижу, совсем не хорошо. Тёшка, ну какая муха тебе кучила, малыш? Ген, помой, пожалуйста, посуду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Малыш, божественно. Малыш, божественно. Тебе так идёт контрабас? Виолончелькин. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Звёздочка моя. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На Красном мосту легковушку вынесла на встречу грузовику. Водитель фуры Евгений, чтобы избежать лобового столкновения, в котором шофёр легковушки мог бы погибнуть, круто повернул руль и вылетел с моста в реку. Жертв нет, но водитель фуры отправлен в больницу с тяжёлыми травмами. Это пока все новости на этот час. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты куда, Светулька? Малыш? Ген, прости, пожалуйста, но мне нужно срочно бежать. Постой, постой. Муж раз в пятилетку домой приехал. Ген, я ухожу. Прости. Эпидемия какая-то. Да, мне ультразвук сделали. Извините, скажите, куда шофёра, который с моста вы положили? А, вот в этой палате лежит. Спасибо. Девочки, процедурную. Идём. Здрасте. Тебя кого, дочка? А, я к Жене. Шофёр, который с моста упал. Так это я с моста упал. Я. Вы? А я думала, как вы? Да нет, у меня фамилия у меня такая. Евгеньев. Да, слышала, господи. Ну и всё. Да. Ну и чё ж ты, дочка, расстраиваешься-то? Радоваться должна. Значит, всё в порядке у твоего Жени. Да. Да. Вот, возьмите. Это вам. Спасибо. Спасибо. Да ты садись. Садись, садись. Значит, твой Женя дальнобойщик? Я только сегодня с ним познакомилась. Вон она как. И, наверное, уже больше никогда не увижу. А ты знаешь, что я тебе скажу? Я ведь в больнице-то долго не задержусь. А на просторах России, мы дальнобойщики, обязательно где-нибудь встретимся. Так что ты напиши записку своему Жене. Я его встречу и передам. Номер машины-то помнишь? Да. Ну и отлично. Сейчас. Сейчас. И она посмотрела на Джорджа своими прекрасными голубыми глазами. И Джордж ослеп от её неземной красоты. Рука бравого ковбоя опустила кольт. А она спросила своим ангельским голоском. Вы любите музыку? Что там у тебя? Суши будешь? Суши? Я бы сейчас пельменей поел. Ну, как там эти? Ну, как, один сидит, не спит ещё, копошится чего-то. О, брат, так ты палочками до утра не управишься. Ладно, не учи. А это кто? Мне напарники вон. Да, это он. Чтоб ты жил долго и счастливо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вырубай эту бодягу. Слышать не могу идти к Гайдну-шмайдну. Это донец от тебя. Так, что случилось? Да чёрт его, Светка, ломанулась куда-то. Чего ты улыбишься? Мы поедем или как? С удовольствием. Давай, 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 уходит. Да вижу я, вижу. Вижу. Давай. Стой! 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 Остановитесь, пожалуйста! Стой, стой, стой! Стой! Ложь выйдет на топ-гранг, кто-нибудь! Пожалуйста, остановитесь! Господи, мужчина, стой! Ну что, никогда не опаздываешь, говоришь, да? Ну как мы теперь к Катериде попадём? А кто-то, кажется, вообще домой собирался. Катериде, мужчина, стой! Катериде, мужчина, стой! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, не фонтан. Да ладно тебе, Кира. Все лучше, чем на вокзале ночевать. А ловко ты их уговорила раскладушку поставить, а то места нет, места нет. Вот так вот, вот так, нормально. Ты знаешь, Кир, у меня так спина ноет. Я, наверное, всю ночь на раскладушке спать не смогу. А, вот ты о чем. Господи. Спасибо тебе, Кир, извини. Да ладно, ладно, свои люди, сочтемся. ПО ТЕЛЕФОННЫЙ ПО ТЕЛЕФОННЫЙ ПО ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кир, ну а может, зря мы все это затеяли, а? Ну, догоним Генку. Ну, узнаем все. Скажем ему. Подлец ты, Геночка, гад. Ну, а дальше-то что? Что мы его с тобой делить, что ли, будем? Ну, знаешь, ты мне эти разговоры брось. Ты думаешь, не надо, иди, не нужна ты здесь. Что ты думаешь? Я тебе Генку просто так отдам, да? Фигушки, поняла? Кир, ты чего? А ничего. А ты хитрая, мать. Молодец. Подъезжаешь ко всем тихим сапам, да? Мол, пожалейте меня, я такая несчастная тут, раз несчастная нашлась. Ну, и что ты думаешь? Что думаешь, тебе все потом на блюдечке с голубой каемочкой принесу, да? Ничего такого я не думала. Это на администратора местной гостиницы твои грустные глаза подействовали, ясно? А со мной такие штучки не пройдут. Тоже мне. Кровать ее ступи, понимаешь? Блин, мужа отдай. Знаешь что, за какие такие заслуги вообще? И вообще, ложись-ка ты на складушку сама. Вот что. Раз ты такая умная, раз тебе не спится. Вот так вот. Зря ты, Кира. Слишком близко подъехал, могут заметить. Может, сам за руль сядешь, раз такой умный. Жень. Жень. Ну, чего? Телефон передай, он там на торпеде. И кому на сей раз, много будешь знать, скоро застаришься. Господи. Чугенка, что ли? Да. Ну, конечно. Тебе первый звонит. Как всегда. Да просто Арина на А, а Кира на К. Вот тебе и вся арифметика. Да бери ты уже ей похуй. Ну, сил никаких нет. Слушайте, этот звонок дурацкий какой-то поставила. Тупую мелодию. Да, Алло. Да, я уже сплю. Ну, так. Ну, все, давай, пока. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Да, дорогой, привет. Ну, как ты? Да нет, я не сплю. Я вот как раз о тебе думала. Как ты там один? В ночи? Ты в порядке? Да нет, все хорошо. Чего вы там едите? Да нет, ну, Женька хорошая, он мне понравился. Как всегда, Гена, ну, что ты такой дурной? Ну, сколько раз тебе говорить. Ну, все в порядке, Гена. Да все хорошо, перестань. Ну, что ты? Генка. Ну, и ладно. Нет, Генка. Война, так война. Степанова Мария, срочно пройдите на фасадку. Господи, боже мой. Если ты хочешь мужика завоевать, надо быть порешительней. Смотри. Черт, ах ты, зараза. Ты что, дурела? Куда ты под колеса-то лезешь? Куда едешь? Тебе какая разница? Я так просто спросила. Я-то в Синедальск. Тебе-то что? Отлично. Так, взрывоопасных и легко воспламеняющихся предметов в машине нет? Если только я сейчас. Крайне взрывоопасен. Так вы нам подходите. Аринка, садись. Ага. Чего? Здравствуйте. Синедальск, скоро? Скоро? Что, опять жена? Да. Лидия зовут. Правда, я с ней расстаться хочу. Что так, друг? Да. Интересная она какая-то женщина. Ходит. Угрюмая. Мрачная. Виноватая. Одевается черти во что. Думает, что в таком виде она может кому-то понравиться. А что ты здесь делаешь? У тебя же отгул сегодня. Да так нужно кое-что сделать. Интересно. К ней муж приезжает. Она на работе торчит. Слушай, а может быть ты не рада его видеть? Лидка, а пойдем-ка мы тебе что-нибудь новенькое подберем. Пойдем. Галя, ну ты же знаешь, я никогда ради мужиков не одевалась. Не буду этого делать. Ну вот так всю жизнь и проторчишь со своими бумагами. Ну и проторчу. Просто я хочу, чтобы меня любили такой, какая и есть. А это вся мишура для дамочек с комплексами. Давай, давай, иди. Там твой пришел. А чего вы все взяли, что он мой? Девчонки болтают всякую чепуху, а ты повторяешь. Хоть человек покупает одежду. Надо глупости говорить. А что ты остановилась-то? Ну ничего, просто стою, воду пью с тобой разговариваю. А что покраснела? Ну ничего не покраснела, все. Ну как? Ой, вы такой красивый. Прям вылитый Роберт Редфорд. А кто такой Роберт Редфорд? Роберт Редфорд, это моя мечта. Пойдемте к зеркалу. Ну да. А вы в Синедальск по делам или как? В гости. И как это вас жена не побоялась одного отпустить? У меня нет жены. Да вы что? А почему? Послушайте, может, помолчим, а? Я все-таки за рулем, мне на дорогу надо смотреть, а не базарить. Ага. Давайте. А что это мы как-то медленно едем? Вам не кажется, 60 километров куром на смех, а? Здесь ограничения по скорости. Да что вы? Ой, кошмар какой. Ну правда. Ну скажите, а почему мы все время подпрыгиваем на каждой ямке, просто как на лошади? Скажите, а вы права в школе для верховой езды получали, да? Просто машина на вас так реагирует. Ага. Понятно. Ё-моё. Ну что, друзья, приехали? У нас бензинчик кончился, да? Да датчик бензиновый опять накрылся. О-о-о. Понятно. Послушайте, что вы такая нудная, а? Не дай бог, кому такая жена достанется. Чё? А ты на себя посмотри, ты себя когда-нибудь в зеркало видел вообще? Так, всё, можете быть свободны. Господи, боже мой, да и пожалуйста. Я на твоей колмаге вообще не поеду больше никуда. Давай, давай. Арина, давай. Так, я никуда не пойду. Что вы как маленькие дети, а? Ну нам всем нужно в Синдальск, Алексей. Алексей, пожалуйста, зачем нам эти ссоры? Чёрт с вами. Я отвезу вас в Синдальск, но только ради неё. Давай, давай, девчонки, ещё немного осталось. Раскомандовался тут тоже мне, большой начальник. Да хватит вам уже. Как назло, ни одной машины. Чё за дыра вообще, а? Мужчина, вы что, объявление ничего? Ну что опять? Электричества у них нет. Не работают они. Кто бы сомневался. Слушай, только не начинай опять, а? Чё такое? А канистрочку слабо было с собой взять, а? Слушай, ну что ж ты такая злая, а? Мужика, что ли, давно не было? Ты чё несёшь, а? Вот, вот, только руками умеем работать, барышня. Кто? Руками? Я могу только руками. Ты, ну ни разу руками. Я руками могу. А кто? Чё ты несёшь-то вообще, а? Я тебе сейчас покажу, чё я могу. Здравствуйте, мужчина. Здравствуйте. Куда ты, мы держим? Не еду. Не женщина, тайфун. Слушай, я вот всегда понять хотела, почему вам, мужикам, стера всегда больше нравится? Ну, кому здесь бензин-то нужен? Мне. Девушка, а чего вы здесь одна такая грустная сидит? Погода-то какие стоят. А может, по пивку я мигом сгоняю? Вы от меня отстаньте, а? Я в парках со всяким сбродом не знакомлюсь. Сброд, значит? Да, сброд. Всё, до свидания. Да я пиво-то пью раз в год по обещанию. Просто сегодня сестра родила. Поздравляю. А выгляжу так, потому что из гаража идут. Переодеться не успел, ясно? Поздравляю. А вот сегодня вечером в Доне Педро буду во всей красе. Приходите поглазеть. Если для вас шмотки важнее человека. Да все в вашем магазине такие. Ну почему вы так со мной разговариваете? Да я, может быть, сто лет мечтал подойти к вам, поговорить. А теперь уже сто раз пожалел о том, что подошёл, потому что вы типичный сухарь. А вы? А вы хам! А вы сини, чулок! А вы? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а! На операцию расставание хватит. Алло, Лидунь! У меня к тебе вопрос, ты только ответь, пожалуйста, серьёзно. Давай. Скажи, я правда такая мрачная и скучная, да? Да ты что, Лидочка, звездочка моя! Да ты самая лучшая! Да мне с тобой так хорошо, но лучше не бывает! Правда! Гена, я тебя серьезно спрашиваю. Да я тебе серьезно! Я что, типичный сухарь? Да ты самая интересная женщина на свете! Ты самая обаятельная! Самая добрая! Самая веселая! Прекрасная! Человечная! Остроумная! Самая желанная! Самая восхитительная! Короче, ты у меня... Самая... Самая-самая! Лид, а у тебя продукты... Кен, подожди! Мне правду надо знать! Так, а ну-ка, выброси эти мысли из головы! Серьезно! Жди меня у памятника! Я больше не могу говорить, я за рулем! Все, целую, пока! Тяжелый случай! Тяжелый случай! Может, я зря тебе вообще бензинчик доставала, а? Каюсь, каюсь! Был неправ! Готов взять все свои слова обратно! Вы само совершенство! Вот так вот! Музыку включи! С удовольствием! Как он тебе? Нормально! Ловко ты его! Да брось ты! Можно же иногда и пококетничать все-таки, а то скоро так себя и женщиной перестанешь чувствовать! Тем более, слышь, с таким, как наш! Слушай, знаешь, когда кого-то любишь, совсем не хочется кокетничать! Зациклилась ты уже на этой любви! Надо любить в первую очередь себя! Да, наверное! Только у меня не получается! Дура, наверное! Да не наверное, а точно! А можно музычку погромче? Редактор субтитров presenting СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так, один нам пока мешать не будет. Осталось временно устранить второго. А может... И всё? Ну, как у вас говорят? Хороший самурай и мёртвый самурай? Это упрощённая русская версия. Нет, мы будем действовать по-другому. Сейчас я спокойно, без всяких усилий выведу второго из машины. И у тебя будет время достать оттуда бриллианты. Как только ты это сделаешь, пошлёшь мне СМС. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не могли бы подсказать, как мне добраться до Долгореченска? Заплутал на ваших просторах, знаете ли. Сейчас, одну минуточку. За этот... Так, Долгореченск. У нас на Востоке говорят, ищи в духовном покое то, что не можешь найти в суетливой тьме. В России нет ни покоя, ни дорог. Мудрецы учат. Обрети покой, найдёшь истину. Красиво. Восток. Так, Долгореченск. Знаете, а могу я вам предложить пройти в местное кафе и за чашкой жасминового чая спокойно найти этот Долгореченск? За счёт гостеприимного Востока. Давайте. Там правда будет удобнее посмотреть. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Что случилось? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Коском. Чего она говорит? Дяденька, достаньте кошку, пожалуйста. Она вон там на дерево залезла. Вон туда. Не могу занят. Дяденька, дядечка, сними, пожалуйста. Чего? Чего она говорит? Тетя Таня ее убьет. Это ее кошка. Мы взяли ее поиграть, а тут собака. Ну так а ты залезь. Ты что, не мужик, что ли? А мне мама не разрешает по деревьям лазить. Япона, мама, идемте. Помидорчики. Огурчики соленые, если есть. И бутылочку водки, пожалуйста. Что? Нет, 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 это лишнее. Не сеете, не сеете. Хорошее вино. Достойные приправы к интересной беседе. Кошка! Слезай! Она, наверное, боится. Я взял на себя смелость заказать этот русский напиток, только для того, чтобы выказать уважение дорогому гостю. Как говорят у нас на Востоке, не спрашивай гостя, хочет ли он, чтобы ты зарезал для него курицу. Ну, раз так, тогда и о себе не жалеть. Давай, иди. Иди давай. Зараза, не царапайся. Ух ты, какой пистик свой. Иди, иди. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Поехали. Поехали. Иди. Хорошая у вас хура, кстати. Отличная машина. Давайте за вашу машину и поднимем следующий тост. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушка, а девушка чего такая одинокая? Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну, я так себя странно ощущаю, не очень вульгарно. Даже не думай! Нет? Даже не думай. Угу. А что случилось-то? Ну, что, Серёга папа тебе отдал? Да, не всё, половина. А чего? Да чего-то, говорит, денег нет там, что-то не заплатили ему. Да я не знаю, больше не в жизни, да. Просто не вообще. Он тебя просил. А я чего? Да. Чего-чего, не дал? Ну, правильно, я повёл, что-то. Главное. Хотя, что-то, что-то, я же не знал, что так всё будет. Слышь, а ну стой! Да. Твоя фура? Нет. Пассатижи дашь на пять сек. А то холостые обороты заклинило. Надо подкрутить. Пожалуйста. Стой. Слышь, а ты мне не поможешь? Да с удовольствием. Ну, тогда держи. Короче, ты не представляешь. Дорогу перерыли, мост перекрыли. Мы с Шиньком ловимся в объезд. А там мама не горюй. У меня всё нормально, Кен. Ну да. Ну да. Вроде бы. Ледок, давай мороженое прийти. Нет, спасибо, Кен. Ты ведь хочешь? Нет. Так. Какое у вас тут самое лучшее? И оп. Ох. Так, Ледок, скушай мороженого. Я не хочу мороженого. Ледок, скушай. Не хочу. Девочка, хочешь мороженого? На, держи. Скажи, дядя, спасибо. Спасибо. Подожди. Подожди. Я упаду так. Ну хорошо. Давай цепляйся. Я не очень люблю под руку ходить. Извини. Ладно? Да что ж такое? Да ничего. Хорошо. Лидка, сюрприз. Гена, не надо. Гена. Гена, ты что делаешь? О боже мой. Ну каменный век какой-то. Каменный век. Лидка, это от чистого сердца. Да я тебя умоляю. Ну возьми. Не надо, не возьму я никогда. Ну хорошо. Идем в ресторан. Идем в какой-нибудь самый лучший в нашем городе. Ну какой? В Дон Педро. Только не в Дон Педро. Я тебя прошу. Я тебя прошу. Лидка, ну что с тобой происходит вообще? Я не понимаю. Да ничего не происходит. Ну честно. Ты что, не стесняешься? Ну да, ты ж теперь у нас красавица, а я водила дальнобойщик. Так, держи цветы. Давай я тоже припижонюсь, а? Ну пойдем в твой магазин, поможешь мне что-нибудь выбрать. Лидой, ну там прикинь, пиджак, рубашку какую-нибудь, а? Здравствуйте. А вы не подскажете Лидию из 56-й квартиры как найти? На работе она. А зачем вам? А мы в униссоте с ней вместе учились. Вот приехали в ваш город, решили ее навестить. Может подскажете где она работает? А вы случайно не из налоговой? Нет. Ну вы что? А то вы знаете, вот в поликлинике мне рассказывали. Пришли к мужику, расспрашивали, расспрашивали. А потом мужика-то и посадили. Представляете? Ну что, дорогая, узнали что-нибудь? А? Да вот, дорогой, за налоговых инспекторов нас тут приняли. СМЕХ Наконец-то раскусили твою сущность. Вы знаете, от моей супруги никакие доходы утаить невозможно. Настоящий налоговый инспектор, отгадали. СМЕХ Слышь, молодежь, дуй на Октябрьскую. Она там в магазине одежды работает. Ой, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. СМЕХ Вот еще на складе нашла. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. Нет. Вот. О! Веселенькая рассветочка. А, Лидок, как? Тебе нравится? М? М-м-м. Девчонки, за мной. М-м. Как раз ваш размерчик. Так. Не скучайте. Я сейчас приду. Ну, рассказывай, подруга. Неужели для него так приоделась? Да так примерила новую жизнь. Ну и как? Не знаю. Апсесс? Водки? Не-не-не, все хватит. Хватит. Хорош. Нет-нет-нет-нет-нет. Между первой и второй Перекурчик небольшой. Интересная интерпретация. Русской пословицы. В общем, так. Отгул у нее сегодня. Но в результате более пристрастного опроса удалось выяснить. Кстати. Это вам. Спасибо. К ней сегодня муж приехал. Они вместе с ним приходили в магазин. Ему покупать новую рубашку. А потом уехали. Зачем? Зачем? Что зачем? Ну, рубашку новую покупали. Зачем? Не знаю. Господи. Ушли-то куда? Не сказали. Ну и что нам теперь делать? Слушайте. Слушайте, девчонки. А поехали со мной в ресторан, а? Посидим. Повод классный. У моего приятеля сестра племянницу родила. Пойдем, а? Мы с малознакомыми мужчинами в рестораны не ходим. Понятно? Да. Ну, в качестве исключения. Все, все. Пять минут и готово. Ну вот, так вот и живем. Неплохо. Скромно. Но со вкусом. Прошу вас. Ну вот, девушки, наш скромненький столик. Здорово, Мишай. Привет. Ну что, поздравляю? Спасибо. Девушки, знакомьтесь. Это мой очень хороший друг Михаил. Новый испеченный дядя. Миш, а это мои неслучайные попутчицы. Арина и Кира. Знакомьтесь. Спасибо. Наверное... Иди сюда. Прежде всего... Кира! А что пригласить вас на танец? Не-не, я не танцую. Ну, в порядке исключения. Знаете, когда много исключений, то это становится уже правилом. Кира, ну что же вы-то плохого, а? Мишань, мы вас на секунду оставим. Прошу вас, Кира, Алексей прекрасно танцует. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА РАДОСТНАЯ МУЗЫКА Смотри, сейчас левые ноги погибают. Спокойно. Раз, два. Нет, да. Увидят же кто-нибудь. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. РАДОСТНАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛ Ах ты, гнида! Ну-ка, иди сюда! Иди сюда, урод! Митя! Чумо! Ах ты! Митя, подожди, Митя! Митя, не надо! Митя, не бей его! Слушай, подожди, подожди, подожди! Мужик, ты меня неправильно подел. Иди отсюда. А, Митя! Урод! Что ты делаешь? Убью! Хватит! Неужели современные женщины способны любить просто так? Невзирая ни на что. Способны. А неужели вам еще не встречалось нормальных женщин? Да быть такого не может. Такой интересный мужчина, бизнесмен. Да в том-то и дело, что всех женщин интересует. Я и работаю, сколько зарабатываю. Чего добился. Такое ощущение, что внутри у них не сердце, а счетная машинка. Они смотрят только напряки. А оденься, я попроще и все. Уже никому не нужен. Да у вас комплекс богатого человека. Это как? А это, знаете, как у красивых женщин. Им все время кажется, что их любят только за красоту. И не видят самого главного. А красота – это всего лишь способ привлечь внимание к самому главному. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тихо, давай, выйдем, тихо, давай, выйдем! Тихо, выйдем! Кто это оплачивать будет? Чего тебе? Сейчас какой-то мужик копался под нашей машиной. Что? Вы будете оплачивать, понятно? Да он будет оплачивать, и я же. Сейчас милиция приедет. Ты его держи, чего ты меня-то держишь? Я здесь, юбаня. Вряд ли Игрус интересовал. Ты же говоришь, они под фурой ковырялись. Свободен? Следуйте пункт за той машиной. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай, показывай чего-то. Пойдем. Подожди, Женек, ты что, выпил что ли? Ладно, немножко пойдем. Ну ты даешь. Где ты он здесь копался? Смотри. Женек! А? Дай ключ на девять и отвертку. Ага. Да. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушай, что это за стекляшки? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не знаю, но это явно то, что искал этот мужик под машиной. Только я боюсь, где он донести кляшки. Женек, а может, это и эти бриллианты? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушай, что это за стекляшки? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Наверное, несколько миллионов. Так, Гена, слушай, надо срочно дать их в милицию, потому что тут явно пахнет криминалом. Несколько миллионов. Это ж ты всю жизнь заработаешь. Слушай, Женёк, а мы давай в милицию и не пойдём? Мы их себе оставим. Ну, а чего тут такого? Было ваше, стало наше. Ген, ты с ума сошёл. Нас либо вот эти мужики завалят, либо родная милиция в тюрьму сдаст. Да ладно, не боись. Бог не выдаст свинья, не съест. Гена, ты просто не представляешь, чем ты рискуешь. Женёк, кто не рискует, тот не пьёт. Знаешь народную мудрость? Ген, какая народная мудрость? Отдай бриллианты и поехали в милицию. Отдай, Ген. Отдай бриллианты. Давай так, слушай, тебе 50 процентов, мне 50 процентов. Женёк, ну ты хоть понимаешь, мы же будем короли по жизни с такими камешками. Ген, отдай бриллианты, поехали в милицию. Да, отдай. Вот что придумал. Отвозьми, отними. Ага. Слушай, значит так, давай-ка уберём их нафиг с глаз подальше, а потом решим, что делать. Правильно? Нифига себе! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Всё-таки ты прав, Иванов. С этого момента только силовые методы. Не копейсись. Как говорил Лао Цзи, мудрец избегает всякой крайности. СТУК В ДВЕРЬ Ой, чует моё сердце не к добру эти бриллианты. С Генкой что-то случится. Слушай, не накручивай. Так я это точно знаю. С этими бриллиантами Генка обязательно в какую-нибудь криминальную историю вляпается. Кир, ну я-то его знаю. Таких дров наломает. Я тоже знаю Гену. Он выпутается из любой истории. Зато он теперь мужчина при деньгах. Бери, не хочу, и мы с тобой теперь будем жёнами миллионера. Скорее, вдовами. Слушай, не накручивай. Пошли какую-нибудь в гостиницу искать. А то сил никаких уже нет. Многие отваливаются. И так Сэм и Джордж ввязались в заварушек. По следам друзей двигалась банда убийц. Прекрасная Света. Сюзанна даже не подозревала, что над её любимым нависла смертельная опасность. Кир, постой. Это же центральная. Она, наверное, дорогая. Пошли. У нас муж миллионер. Добрый вечер. Здрасте. А можно снять номер для двоих? Мест нет. Что значит «мест нет»? То и значит «мест нет». Ну, может быть, в порядке исключения. Мы очень устали. Остался один люкс для новобрачных, но он не из дешёвых. А сколько стоит? Берём, не глядя. Пожалуйста, заполняйте карточки. Может быть, у вас ещё одна ручка найдётся? Пожалуйста. Спасибо. А где у вас тут можно перекусить? Есть ресторан при гостинице, но там будет дорого. Слушай, что ты всё заладила, а? Дорого да дорого. Мы тут тоже люди не бедные. Значит так. Берём номер «люкс» для новобрачных, а потом идём в ресторан. Гулять так гулять. Может взять бутылочку вина на двоих? Хоть расслабимся. Дорого. Дорого. Да ладно. Дорого. Сидишь тут. А давай. Во! Это другое дело. Девушка! Официант! Девушка! Официант! Почему такие очаровательные девушки скучают в одиночестве? О господи, только этого нам ещё не хватало. Разрешите от нашего стола к вашему. Позвольте присесть на минуточку. Слышь, кажется, он на нас запал. Ну, теперь заживём. Любая мечта по карману. Женёк, у тебя есть мечта? Ты знаешь, о чём я мечтаю? Ну, о чём? О кругосветном путешествии. Красиво. Надо будет взять на заметку. Но это потом. Будем осуществлять мечты в порядке живой очереди. А у тебя что за мечта? Ты её не знаешь. Её? Но у тебя есть шанс с ней познакомиться. Она как раз и ссатина. Я же должна завтра это сдать на подписание главному редактору. Что у тебя с докладом? Селективная проксимальная ваготомия при лечении ядерной болезни двенадцатиперстной кишки. Да, да, Елена. О, там ещё, ещё это из Собеловского. Господи, это невозможно. Нет, это просто невозможно. Нет, я постараюсь, конечно. Вуфлой не мешать ты. Я не мешаю, я помогаю. Елена Ивановна, я вам перезвоню через 15 минут. Не могу, дурдом. О, я опоздал на... Я сейчас могу не успеть на поезд. Нормальная жена. Давно бы всё заранее приготовила. Положила бы в пакете. Ну, ты женился бы на нормальной. Женился бы, да. Поздняк метаться, как говорит сын нашего главврача. Господи, Вовка, можешь хоть сейчас уходить, я одна не останусь. Ой, куда я пойду? Тем более без доклада. О чём ты говоришь? Ну, что делать? Вов, ну вот это что такое, Вова? Ну, давай, давай. О, это оно. Подожди, я так волнуюсь. Иди сюда. Всё, в поезде почитаешь. Котик, извини. Котик мой, извини. Давай. Мы же договорились, на придурков не обижаются, правда? Удимую хорошую. Всё, всё, Вова, на поезд поставь. Всё, иди, иди. Давай, давай. По ней все пацаны в классе сохли, а выбрала она своего соседа по парте. Ботаника из ботаников. Вов Кудакукина. А ты, значит, отвергнутый одноклассник? Да. Типа того. Линия эрогенной зоны рядом с холмами Венеры вы должны чувствовать её. Официант, бутылочку. Моего любимого. Смотрите, у вас очень глубокая линия сердца. И она тесно переплетена с линией жизни. Это говорит о страстной натуре. Серьёзно? Да. Так вот эта вот линия сердца, да? Да. Нет, вот эта вот линия сердца. А, вот эта вот. Очень интересно, потрясающе. Вот тут она у вас переплетается. Надо же. Что-что, набор вин у них здесь отменный. Пытаются держать марку. Здесь часто туристы останавливаются? Туристы, министры, артисты. А дальнобойщики здесь встречаются? Право есть? Есть. Выходи. Ха-ха-ха. Ха-ха. Сильно. Ха-ха. СМЕХ Прекрати уж, а ухати! Давай с нами! Иди, иди! СМЕХ По-моему, нам пора байки Так, всё Всё, 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 хватит Так так, всё По-моему, нам пора байки В этом байке! А-а-а! Упокойно! Официант, в бутылку и номер! В номер, в номер, в номер давай! Ха-ха-ха! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой! Хорошо сейчас его... Ой! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Расслабься. Чего? Расслабься. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты чего? А не слишком это быстро? Мальчик, ты чего? Разве вы не этого хотите? Чего? Ты руки свои убери тут! Я вас умоляю. Разве вы меня сюда не за этим позвали? Чего? Ну, две свободные девушки. Снимают номер люкс, идут в ресторан. Ясное дело, вам нужны приключения. СМЕХ СМЕХ Кира! Кажется, вы подцепили жигол. СМЕХ Слушай, мне вот всегда интересно было, ну что толкает мужиков на такую работу? СМЕХ СМЕХ Свою работу нужно любить. А я люблю свою работу, и подход у меня ответственный, творческий. Между прочим, ни одной недовольной клиенткой. Да. А может, у тебя книга жалоб и предложений еще имеется? Угу. Конечно, имеется. Пожалуйста. Между прочим, только положительные отзывы. Вот, пожалуйста, Анастасия Ведерникова. Осталась очень довольна. Заметьте, это клиентки пишут. Да. Очень хороший сервис, обслуживание по высочайшему классу. Или вот, пожалуйста, на тыс. И что, хорошо платят? На семью хватает. А у тебя что, еще семья есть? Ну, конечно. Я же приличный гражданин. СМЕХ Мало тебя в детстве шлепали, приличный гражданин. Сидишь тут. СМЕХ Хотите отшлепать за отдельную плату? Я, конечно, очень хочу тебя отшлепать и все такое. Но знаешь что, у нас только денег нет. Понятно? Расплачиваться нечем с тобой. Ясно? А давайте в долг. Только для вас. Да вали отсюда, ты. Иди, иди, иди. Иди. Пока. Старые кошелки. Давай вали отсюда, придурок недоделанный. Вообще уже, а. Совсем. СМЕХ Слушай. М? Чё? А тебе не кажется, что мы сейчас за наш счет гуляли в ресторане? СМЕХ 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 Букетик цветов, того-сего. И вот стою перед дверью. И вдруг на меня такая робость напала. Ну, думаю, откроет она мне, что я и скажу. Я ведь просто и шоферюга. По их бабским понятиям в жизни ничего не добился. Постоял, постоял. Оставил букетик цветов под дверью. И все. СМЕХ Ну, не совсем все, конечно. Каждый раз теперь, когда проезжаю, букет цветов ей посылаю. Так сказать, знак вечной любви. А она хоть знает, что это все от тебя? М-м-м. Вот так даже интересней. Пусть мучается. А потом глядишь, и я явлюсь. Богатый, красивый, знаменитый. А она... Ах, ах! Где же были мои глаза? Почему я раньше Кенку Вершинину не выбрала? А ты говоришь... Нет, женёк, всё-таки бриллианты – это великая вещь. Приятно быть женой-миллионером. Полный финиш. А? Сколько? У нас двоих столько не наберётся. Спокойно. Спокойно. Не бывает безвыходных положений, бывают затруднительные ситуации. Сматываться надо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мама! Кошмарка! Мамочку! Господи! Развели антисанитарию, сволочи! За такие деньги могли бы и… Тише! Да что тише-то? Я такую для них телегу накатаю в СЭС! Третий этаж. Акер. Вроде невысоко. А просто они не порвутся? Крепкие. Выдержат. Аккуратней. Эх, Тая Скворцова! Представляю, как она удивится, когда я появлюсь перед ней над таким франтом с огромным букетом. Аккуратней. Кому звонишь? Кому я могу звонить в такое время? Женам. Всем. Всем, кто остался. Давай! Давай-давай-давай! Не бойся! Не бойся! Мамочка! Так. Хорошо, не спеши! Мамочка! Мамочка! Мироохрана! Мироохрана! Леха! Держи их! А-а-а! Да вон, 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 вон! Стоять! Стоять, я сказал! Стой! Стой! А ну стоять! Сейчас милицию вызову! Э, куда ехать? Гони быстрее, там разберемся! Понял. Куда ты смотрел? Куда ты смотрел? Надя. Выкинь ее!!! Гайка лошен! Выкинь ее! Выкинь ее! Я тебе сказал отвали что, ментовушу позвать! Девушка, по точу, Денинок! Подожди, красавец! Вы продолжились! Смотри лучше за гусами заслони! Девушка, Сябб! Сочи машины! Девушка, что... Эй, мужик, дай денег! Кыш отсюда, а то плохо будет! А почему? А потому что я волк! Волк дорогой! Пошёлся мне в волк! Что, не веришь? На, смотри! Вон, видишь, написано! Волк дорог! И номера у меня блатные! Три семьюречки! А ну, криш отсюда! Привет! Как торговля? О, здравствуйте! Да так! Не очень! А почём букетик? Ну, за семьсот отдам! А покажи-ка! Хороший! Годится, годится! И открыточку мне вот эту! Сколько всё вместе с доставкой? Ну, давайте за тысячу! А ты вспомнишь? Конечно! Только сделай так, чтобы красиво было! Хорошо! Ладно! Ну, спасибо! Любимые цветы купил красавица? А ты угадай! А на то я и цыганка, чтобы угадывать! А ну, дай-ка ручку! На! Только я всю правду скажу! А я готов! Сорочь, она! О! Уже приятно! Это ты меня так приворожишь, что я про всех своих любимых! А ты не бойся, миленький. Может быть, ты и судьба моя. Может. Ох, какая у тебя линия жизни. Какая? А ты ручку позолоти, и я скажу. Счастье тебя ждёт, миленький. Миленький, только на денежках твоих порча. Грязные денежки. Ты, суганочке, деньги дай, она поможет. Порчу снимет, и будет у тебя так, как ты захочешь. Ну, попробуй. А мы чава андефору по большим ходкам. Трусава балавас чавуратыхан. А тука, чуро, не ломайся. Собирайся. Анде шатрица. Анде шатрица. Ну, чего ты? Ну, давай, иди отсюда. Подожди, милый, что ты так? Надо будет, уйду, надо останусь. Подожди, а деньги мои? Какие? Ну, мои деньги. Какие деньги? Так, где деньги, которые только что у него взяла? Да какие деньги? Да нет у меня никаких денег. Хочешь, обыщи меня. Ты деньги у него только что взяла? Нету денег. А давай деньги в милицию. Да не понимаю ничего. Здорово. Зачем обижаешь? Какая милиция? А чего она у меня деньги взяла? Где были твои деньги? Там они и лежат. Посмотри. Нифига себе. Вот, мы не воры. Прости. Ничего. Все нормально. Ладно, ладно, проехали. Ген, пошли, а? Отлично. Ребята, у нас сегодня большой праздник. И по традиции в нашем доме должны быть гости. Поэтому мы приглашаем вас к себе на обед. Вы знаете, мы с удовольствием приняли бы ваше предложение, но у нас нет времени. Ген, у нас времени. Почему у нас нет времени? Пожалуйста, отпуши. Ну, ненадолго. Да мы не можем. Гена, давай, красавица, показывай. Пойдем. Пойдем, Мирики, пойдем. Как следует. Ну, давай, давай. Часок-другой. И отдохнешь, и поедешь дальше. Мирико, Мирико, як баталы. Моя девочка. Миричайри лачи. Мирико, а у Вен-те чавала, а у Вен-те. Чаял, а у Вен-те чавала, у Вен-те чавала, у Вен-те. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА -"Цыгане – древний народ. Только их история была записана на капустных листьях. Пришёл осёл и съел эту капусту. А теперь, друзья, отведайте домашнего вина, приготовленную руками моей дочери". А вам, девчонки, на Ленина телескверик и за углом направо. Спасибо. Ага. Мам, привет! Сейчас подойду! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Эй, подожди, а вдруг Генка уже там? Ну и хорошо. Слушай, ну ты куда? Мы же план ещё не выработали. Чёртов план, надоело всё. Придём, выложим всё как есть и будь что будет. Ты заметила, что напротив имени этой Виталиисии Генка восклицательный знак поставила? Да какая разница? Нет, ну Генка явно её выделяет. Так, либо она любимая жена, либо она... Вот, сейчас я узнаю. А вот ваша дочка что-то так мне не угадала. Дочка, погадай гостю, если он так хочет свою судьбу узнать. Только денег надо немного дать. Да. А то гаданий не получится. Патрина, явдорик. Ча-ча. Ну, ягду. Мишто. Ча. Руку. Да вот только по глазам твоим я тебе больше сказать могу, чем по руке. Ясная не у тебя, как чистое небо над табором, а жизнь твоя кочевая, как дорога цыгана. Да вот только момент жизни у тебя будет, когда дороги эти разойдутся. Но ты сердце, сердце своё слушай. Оно-то тебя не подведёт, подскажет. Какая ты красивая. Ты хороший человек. Очень хороший. Ты настоящий качо. Ну, выпьем. Гуляй, пацан. Давай, иди, иди, иди. Гуляй. Чё? Иди сюда. Тут фура не проезжала, жёлтая, с серым прицепом, там ещё номер три семёрки. На которой был дорог ездить? Да. Не, не видел. Ну, быстро говори, где ты видел её. Быстро. Тихо, тихо, тихо. Быстро скажи. Хорош. Ну и что? Всякий может ударить слабого. Но только слабый хочет ударить слабого. Китайская народная мудрость. Давай, иди, пацан. Верит, выкладывай. Проезжала? Проезжала. По данным статистики, немало пар, в которых женщина, живущая в гражданском браке, считает себя замужней, а её фактически муж записывается как холостой. Иду. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы – Генины жёны. Гена! Геночка! Что происходит? Слушайте, где он, а? Какой Гена? Гена! Девушка, что вы хотите? Так. Да что ж такое? Что вы делаете? Послушайте, а где вы его прячете, а? Выходи, гад, мы знаем, что ты здесь. Девушка, что вы делаете? Да вы ошиблись, наверное. А у нас и ребёночек имеется. А где ребёнок? В лагере. А что вам нужно-то? И сколько лет девочке? Десять? Кира, уже десять лет. А знаете, мы, пожалуй, вас, Гену, подождём. Нет сил больше по гостиницам и ресторанам мотаться. А Гена это кто? Муж? Чей? И ваш, и наш. Я знаю, для вас это шок. Мы тоже, когда узнали, очень переживали. Но раз ваше имя есть в списке, оно, кстати, особо отмечено, значит, вы тоже, как и мы. М-м-м, да-да-да, я поняла. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Господи, ты боже мой! Женщина! Женщина, погоди! Да постойте же вы! Постойте, вы нас неправильно поняли! Алло, Сашок, это Скворцова. Срочно присылай ко мне милицию. У меня в квартире две аферистки. Очень опасные. Говорят, что я отмечена в каком-то особом списке. Послушайте! Вы что, не знаете Гену Вершинина? Вершинина? Сашок, вызов отменяется. Да, перезвоню. Господи, да что ж вы сразу-то не сказали? Генка Вершинина, это мой одноклассник. Да, молодец! Молодец! Красавица! Молодец, золотой мой! Хочешь, Мирикла для тебя станцует? Да, Мирикла, станцуй. Мирикла, станцуй, гость. Станцуй, Мирикла! Все для тебя, Гачо! Все для тебя! Гачо! Все для тебя! Гачо! Опа! 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 Ой, хороша. Пора замуж выдавать. Да не за кого. Нет достойного жениться на такой красавице. Я женюсь. Ты? Ты? Я за такой бриллиант большой выкуп. Единственная дочь всё-таки. Подержи. Идиот. Меняю бриллиант. На бриллиант. На бриллиант. Мириклов, выходи за меня. Ну, хорошо. Будем считать твой приход сватовством, а бриллиант выкуп. Чачо? Всегда знала, что Генка далеко пойдёт. Но не думала, что настолько. И вы хотите сказать, что не видели его самого выпускного? Да. И он, постоянно проезжая через ваш город, даже ни разу к вам не заглянул? Нет. Хотя… Ну-ка, дайте-ка мне ваш чудо-список. Так вот мне, кто цветочки-то каждый раз посылает. Что… Да вот и кости на свадьбу! Здорово. Здорово. ПЕСНЯ ГОВОРИТ ПО-ТЕБИ ГОВОРИТ ПО-ТЕБИ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Всё равно, не похожая ты на Гену. Просто так за здоровый живёшь, цветочки, открыточки, записочки под дверь подбрасывай. Бред какой-то. А по-моему, очень даже похож. Он на самом деле очень романтичный. Ну, по-детски, правда. По-дурацки ты хочешь сказать? Тоже мне рыцарь печального образа. Девчонки, а может, чайку? Давай чайку. Слушай, ты не обижайся на нас, ладно? Да брось ты, всё нормально. Что ты хочешь? Иди сюда. Иди сюда. Что тебе не ясно? Подпусти. Вы что? Люди в доме. Ты что, с ума сошёл? Мне надоели эти свадьбы. Ты моя невеста или как? Да твоя, твоя. Да? Аил, как ты танцевала сегодня перед ним? Как он обнимал тебя? Ну и что? Ну и что? Я зарежу его. Я зарежу. Заберём у них камни и всё будет как всегда. Спасибо, бабушка, за микстурку. Отпусти отец в домер. Зачем его тут? Идиот. Мирикла! Звёздочка моя. Женёк, ты не видел эту? Что-то поделалась куда-то невеста моя. Чё ж так орёшь, Ген, а? Чё ж орёшь так? Слушай, иди сюда. Сматываться надо отсюда пока не поздно. Свадьба – это фарс, а невеста липовая. Нехорошо, Женёк. Завидуешь. Тише, тише, тише. Возьми бриллиант. Познакомься с девчонкой. Расслабься, Женёк. Гена, Гена. Ребятишки, где вы? Куда же вы подевались, гости дорогие? Папа! Дядечек. Да мы это… Жених-то наш. Лишку хватанул. Надо его в чувства привести в порядок. Это кто Лишку? Это кто Лишку? Это я Лишку? Я Лишку. Ген, пойдём. Пойдём. Идите, идите. Так, давай, давай. Аккуратнее. Давай, давай, двигай. Вот они. Вот она, красавица. Ты сюда. Я сюда. Давай. А вот это Генка во втором классе. Смешно. А вот это мы в седьмом. Да, в седьмом. А вот Генка за мной всё время сидела. Списывала у меня всё время. А это кто? А это дядя Вова. И ребята из нашего двора. Генен папа? Нет, Генка же без отца рос. А дядя Вова – это ухажёр Генкины мамы. Дальнобойщиком был. Приезжал к ней раз в пятилетку. Погостит, уедет на два месяца. Господи, как она его ждала с ума сойти. Каждый день на почту бегала. Суровая была женщина. Вот она, кстати. Красивая. А дядя Вова приезжал, она прям расцветала вся. Он нас на фуре катал. Хорошее было время. Кто это? А вдруг Генка? Да ладно. Слушай, ты про него что-нибудь знала? Вообще, первый раз всё слышу. Очухался? Теперь слушай меня внимательно. Нам сейчас отсюда надо ноги делать. Иначе нас с тобой как цыплят перережут. Да ну. Что да ну? Я это только что своими собственными ушами от твоей невесты слышал. Пока она здесь с другим женихом обнималась. И в вино тебе что-то подзыпали. Точно. Пойдём покажу. Пойдём покажу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 От него? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ? Иди ко мне. Мальченька, умирай. Мальченька. Так, всё. Сейчас я должна ему позвонить. Просто у меня уже сил никаких не ожидать. Хотя бы знать, где он сейчас. Ну, давай же. Любимый мой. Любуч меня. Любимый мой. Единственный. Ай, он утром, мой муж. За ним! Трубку не берет. Дрыхнет где-нибудь. Ах, Табы, спаси! Ах, Табы, спаси! Аи, мы прокурорами! Аи, на прокурорами! Аи, на прокурорами! Быстрее, быстрее! Твою мать, Китай! Чёртов! Это всё из-за тебя! Где теперь нам искать эти чёртовы камни? Всё, всё! Успокойся, возьми себя! Руки! Ну и где они? Чёртов? Ш Ana! Чёртов? ЖК РПАКИ Давай! Б sait, Ебор byeher! Пролезай, я поведу. Тьфу! 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 Стой! Тьфу! 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 Стой! Тьфу! 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 Ух! Ух! Зитёк, вставай. Вставай, вставай. Тьфу! Извините, ребята! Извините, опознались. Мы уходим. Ну, ты даёшь, китайцы. Извини, извини, корейцы. Корейцы. Иди-ка сюда. Ты чё, Женя? Иди сюда, поговорим. Потом поговорим. Завтра? Какой завтра? Завтра уже не будет. Ты чё творишь? Ты чё творишь? Ты не понимаешь все эти выходки твои из Акидоны? Женщины, цыгане, бриллианты. Ты делаешь всё, что ты хочешь. А другие от этого страдают. Ты понимаешь? Ой-ой-ой! Он и страдался. Господи, ну побегал ты немного. И что с того? Побегал? Побегал? Нас из-за тебя чуть не прирезали. Ты понимаешь, эта идиотина? Эй, полегче, Женёк. Полегче, блин. У тебя все дома. Я тебе не мальчик. Ты понял? Не надо меня учить. Учить я тебе не собираюсь. Но с этого дня, с этой минуты до конца этого чёртового рейса ты будешь делать только то, что я тебе говорю. Ты это понял? Понял. Руки убрал. Муженёк, ну держись. Да не любит он меня, честно. Подержи. Это у него так амбиции не реализованы. И детство запоздалое. Наиграется, перебесится. И будет хорошим мужем. Но уже не для меня. Вот уж не думал, не гадал, что от собственного напарника помочь получу. Ну так это за дело, между прочим. А кто ж спорит? Ладно, мы сегодня, можно сказать, побратались. А? Ну, это моих условий не отменяет. Обещаю подумать над своим поведением. Ага. И? И прямо сейчас пойду к Тае. Ну, надо же с ней как-то объясниться. А то бы устроил детский сад. У неё всё-таки муж есть. Ну, может ты ли ночуете? Да нет, спасибо. Мы поедем в Москву. У нас там ещё одно дело есть. Да, Арина? Угу. В Москву, в Москву, в Москву. Угу. Ильин, слушай, ну может быть я в машине посижу. Так, а ты мне друг или нет? Мы с ней двадцать лет не виделись. А вдруг там чего? Ты уж извини меня, что я… Да всё нормально. Ну, удачи. Слушай, что-то я волнуюсь. Может, вправду? Пойдём-ка лучше. Ген, давай, пришли уже. Всё, счастливо. Ну, давай. Спасибо-то. Спасибо. 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 Ну, удачи вам. Спасибо. Звоните, не пропадайте. Хорошо. Ну, счастливо. Пока. Спасибо. Спасибо, Тай. Пока. Ой, там Генка. Ну, здравствуй, Гена. А у нас для тебя сюрприз. Ну, что? Явился наконец. Здрасте, Гера Викторовна. Здравствуй, Жень. Куда стоять? Спасибо. Меда, ты куда заедешь? Туда заедешь. Что ты заедешь? Что ты заедешь? Меда! Меда! Гена! Устроили тут, понимаешь. Гена, постой! Ничего, вернется, никуда не денется. Алло, Волочка, ну как ты? Переживала? А, из-за статей переживала. Ленка? Ленка звонила. Да, целый день сегодня дежурила по лагерю, посуду. Да, слушай, а я сегодня Вершинина встретила. Ну, Генка, Генка, Гренка из нашего класса. Помнишь, ну шебутной такой. Слушай, Волка, тут такие дела творятся, я тебе потом расскажу. Ну, удачи. Пока. Спокойной ночи. Арина, да просыпайся ты, ну. Что случилось? Генка пропал. Как пропал? Так пропал. Ночью не приходил, утром тоже не появлялся. Да ладно, не поднимайте во волну раньше времени. Дрыхнет небось в машине, от стресса отходит. Вчера вы на него вон как набросились. А ты еще пожалей его, бедненького, тоже мне. Так, все убирать давай эту свою ЭВМ. Слушайте, давайте ему позвоним. Ну, завтракать позовем. Давай я позвоню. Диктуй Генкин номер. 8 937 95 10 92. 10 92. Угу. Так он чё, здесь что ли? Не поняла. Ну-ка. О! Так, ясно. Угу. Вкусно. Угу. Господи. Хоть раз в жизни на настоящий бриллиант это посмотреть. А это чё, бриллианты? Угу. Те самые? Ага. Красотища. Вот этот хороший на колечко. Красивый какой. Смотри, смотри, как играет. Мы, кажется, завтракать собирались или как? Надо позвать его завтракать. Жень. А что Жень? Кто опоздал, тот остался голодным. Правильно. Женя. Я ему не нянькой. И бегать за ним не собираюсь. Ясно? Иди ко мне. Иди отсюда. Иди отсюда. То, что получится. Ну и мы посмотрим. Ген! Ген, просыпайся! Ген, завтракать уже пора! Если вы хотите увидеть вашего друга живым, мы готовы обвинять его на наши бриллианты. Бриллианты. Опять? Давай, опять? Алло! 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 Да? Что вы сделали с Геной? А ты кто? Я? Я Генина жена. Послушайте, если с Геной что-нибудь случится... Изменить он. Ты же не хочешь, чтобы твой Гена провел остаток жизни в инвалидной коляске? Нет, простите. Камни у тебя? Да. То есть, нет. Не совсем. То есть, да. Значит так, чтобы ровно через час бриллианты были у нас. И я надеюсь, мы обойдемся без милиции. Слушай меня внимательно. Ровно через час ты должна оказаться на заброшенном заводе, что на северном выезде из города. Да, прямо за дамбой. Там будет указатель. Мезенко. Хорошо. За каждые пять минут опоздания я буду отрезать твоему Гене по пальцу. Время пошло. В этот раз все будет путем. Бандиты сказали, чтобы не было никакой милиции. Арина, если ты пойдешь с этими камнями, они прикончат и тебя, и Гену. А у Тая наверняка есть в отделении знакомые, которые могут помочь. Да, конечно. У меня там куда ни плюнь, то кум, то сват. Но до завода ехать минут двадцать за милицией мы не успеем. Так, а где эта мезенка? Да на окраине. А конкретнее? Ну, обычные развалины старого завода, его уже лет десять как сносить собираются. Я как-то про них статью писала. Да, шеф, ошибки бывают у всех, но мы умеем их исправлять. Да, шеф, сделаем. Надо кончать с этим. Шеф нервничает. Думаю, водилу и дамочку надо будет того. Шеф не любит, когда работу делают не до конца. Эй, ты как? Молодец. В этих развалинах такая система подвалов и коммуникаций, что там запросто заблудиться можно? Можно где-нибудь найти план этих подземелья? Конечно, можно. Где? В ДЭЗе. Ну, конечно. Прямо они тебя так и вынесли. ДЭЗ, твое гнилое место. Чего это? Да то. Я тут статью про них писала, они мне неделю головы морочили. Так выбьем. Так, значит, сначала ДЭЗ, потом на стрелку. Бандит сказал, что будет разговаривать только со мной. Так. Что ещё сказал бандит? Кажется, всё. Так, всё? Или кажется? Всё. Ага. Кажется. Предлагаю ехать на моей машине. Она меньше и не такая заметная. А в ДЭЗе без меня вам точно не обойтись. Ну что стоим? Поехали? Ну, давай, Хомуток, давай, бери трубку. Ну, давай, давай, бери. Начальник, мамой клянусь, да? Она тебе, говорю, придумала совсем всё, да? Всё, помолчи. Скворцова. Здорово. Начальник, она сама меня привёл, клянусь, пальцами и тронула. Вот сядь ты уже, в конце концов! У меня от тебя сердцебиение началось! Это я не тебе, Скворцова, прости. Чего у тебя стряслось опять? Начальник, да, сними, да. Подожди, какой заложник? Тихо, тебе же сказали. Нет, Скворцова, ты давай не тараторий, а по порядку, по полочкам. Когда пропал, куда пропал. Понимаешь, Сашок, это мой знакомый. Он у меня ночевать должен был и не пришёл. Ночевать? Ну, я всё понял. Не, ну, правда, всё понял. Всё, давай, выезжай. Эй, начальник! Шермаков, машину к подъезду и на ряд. Ара, да, ну, сними, да, наручники, что ты совсем заладил, да? Какое я вообще отношение с ней не имею, да? Кирилл, разбирайся вот с этим. Понятно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА За мной давай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА elll ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННОЕ ВИ SMS ТЕЛЕФОННЫЙ ЕРОФИННОЕ ebenfalls нежно. Н, ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА РАТОПАТИТАЛЬНАЯ ПОЁДНЯ 這樣子 может знать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А вы что, начальство своё не узнаёте? Так, ну-ка, дед, иди давай, говори. Стояк! Перерубились, сволочи! Два месяца воды нет! Цветы все попересохли! Умыться не могу! Чай попить не могу! Чай, посмотри, он не мытый, помносится! Всё, всё ясно! Вы поняли? Стояк здесь! Всё, иди, молодец! Так, зафиксируйте, пожалуйста, сигнал! То есть, народ у нас бедствует, а вы прохлаждаетесь, да? Сантехников у меня нет. Один на моличном, в другой в запое. Мне что, само прикажете ремонтировать? Это у вас тут что, с Куликовской битвой висит? Такие агрегатики уже 20 лет как с производства сняты. В курсе? А вы мне тут огнетушителем в нос не тычьте! Вы мне средства на новые выделили? Ах, ты про средства заговорил! Отлично! Давай разговаривать про средства. А капитальный ремонт у нас в двенадцатом доме недоделан. Что такое? Средствов нет? А дворники? Почему у нас оклад есть, а дворников самих нет? А трубы выписанные куда делись? В воздухе растворились? А мусор почему не по графику вывозят? Развели грязищу, свиньи тонут. Тоже средствов? Нет. Ну не уследишь за всем! Да и богу не уследишь! Да просто беда какая-то! Ну что, Арина Николаевна, надо какие-то меры принимать. Подсудное дело-то! А может, не будем никакие меры принимать? Ну как это не будем? Ну исправимся мы. Все починим, все сделаем, примем меры, все как нужно. Ну для первого раза я вас с времени лишу. Развели бардак, понимаете? Да исправимся мы, честное слово. Да уж, будьте любезны! Пожалуйста! Кстати, а план старого завода в районе Мезинки есть у вас? Есть! Давайте! Пожалуйста! И побыстрее, пожалуйста! Да уж! Пожалуйста, пожалуйста! Сейчас найдем! К развальным завода только эта дорога ведет. На объездной дороге мост старый. Совсем развалился. У этой курицы есть еще пять минут. А если она ментов с собой проведет? Не думаю. Я встречусь с ней, произведу ченч, а ты их потом... Надо подстраховаться. Есть конкретные предложения? Есть одна идейка. Это что еще за дьявольские козни, а? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Э! Автолюбитель! Что у тебя такое? Да чей кто же знает. Заглохла поганка. Заглохла? Отгоняй, мне проехать нужно срочно. Сколько у нас ещё есть времени? Пять минут. Странно. Где же милиция? Где менты-то? Ну ты мне корочка перед носом небольшая. Я ж тебе говорю, заглохла. Я тебя сейчас под суд отдам, будет тебе заглохла. Давай быстрее. Ну что я могу поделать, сейчас. Ну сделай чего-нибудь. Твоя коломака-то, разбирайся. С Борцова, мы едем. Ну собака. Я говорю, едем уже. Мы на дамбе застряли. Да, ждите. И никакой самодеятельности. Нет. Не надо ничего делать. Я сейчас буду через пять минут. Ты что делаешь-то? Эй, алло, автолюбитель. Не видишь, что ли? Давай назад. А этот-то где? Куда он делся-то? Найдите мне его. А, сейчас. Кто же еще, автолюбитель? Встал. Электроник не... Ты что, твою мать, делаешь-то? Ты закрывай ее. Что? Автолюбитель к вену. Электроника, твою мать. Где этот автолюбитель? Сейчас, я его покажу. Да вы что, мужики, чувствуете? А-а-а! Застряли на дамбе. Приказал ждать. Как ждать? Как ждать? Да вы что, они же Геночку изуродуют. Это они. Да. На месте? Да. Камушки с собой? Да, с собой. Видишь, завод разрушенный. Подойдешь к трубе. Когда придешь, скажу, что делать дальше. Ну что? Надо идти. На, держи. Значит так. Пойдешь первая, как приманка. Хорошо. Вы с Кирой остаетесь здесь. Ждете помощи. Ясно? Пойдем? Пойдем. Алло. И я на месте Принесла ко мне? Да Покажи Сначала я хочу увидеть Гену Сначала я хочу убедиться в том, что ты пришла одна Вы думаете, я враг себе и генер? А почему я должен тебе верить? Потому что у меня ваши бриллианты Заходи внутрь, я перезвоню Сначала я хочу убедиться Сначала я хочу убедиться Сначала я хочу убедиться Покажи ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты идёшь? Алло, ты где? Я внутри на первом этаже. Куда дальше? Иди прямо до конца. Если будешь делать всё, что я тебе скажу, получишь своего гена целым и невредимым. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пойдёшь мимо железных труб, за ними будет лестница на второй этаж. Поняла? Там перезвоню. Отбой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чёрт, где же эта долбанная милиция? Ну, Хомутов, ну, зараза. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чё там? Не берёт. Так, ну всё. Ты как хочешь. Да, где у тебя тут фонарь? Не могу я больше тут сидеть, пока они там жизнью рискуют. Всё. Я пошла. Кир, давай подождём. Сиди здесь. Кир! Кир, постой! Сиди здесь! Кир, ну подожди, я с тобой! Иди прямо. Я найду тебя. Дойдёшь до пятого столба, остановишься. Я здесь. А я здесь. Это вы? Здрасте. Вы узнаёте меня? Рынок в Заозёрске. Вы помогли донести мне сумки. Так вы… Вы его жена? Да. Камни. Где Гена? А вы были в Корее? Это прекрасная страна. Там живут добрые работящие люди. Поедемте со мной. Я построю для вас дом. Клянусь, я никогда не трону вас. Вы не верите мне. Нет. Соглашайтесь, я всё ещё могу спасти вас. Где Гена? Гена. Гена! Камни. Ой. Надо же, а! Мне всегда говорили, что у меня рука тяжёлая, а! Девочка! Ну а что, славно сдадим в милицию оптиму бриллиантку этого козла? Эй, ты там дышишь? Нет? Ты это, вставай, давай, вставай! Что, шустрое? Китайцы капель. Давай, давай, вставай! Камни давай! Быстрей! Камни! Кира! Руки вверх! Всем стоять! Ни с места не двигаться! Руки вверх, я сказала! А-а-а! Ну-ка, пусти её быстро! А-а-а! А-а-а! Ну-ка, пусти её быстро! А-а-а! А-а-а! Я предлагал сама пьянуть. День. Простите. А патрончиков-то нету. СТУК В ДВЕРЬ Арина! Эй, ты, китаёза, чёртов! Не дай бог ты что-нибудь ей там сделаешь! Арина! Мать моя женщина! Давай быстрее, давай быстрее! Да не могу я быстрее! Я не вижу ничего! Чёрт, сейчас будет плана техкадоков. Арина! Ах ты морда косоглазая, а! Арина, я иду, иду! Эй, ты, китаёза, чёртов! Ты меня слышишь? Я не китаец, я кореец. Пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня. Если всё, что вы говорили, правда, если вы любите меня, отпустите меня. Замолчу. А, чёрт! Ай! Чёрт! Эй! Торции! Эй! Эй! Помогите! Да пошёл ты! Эй! Помогите! Генка! Эй! Есть тут кто-нибудь? Вызовите меня! Господи. Гена. А где же он? Генка? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чёрт! Люди! Эй, помогите! Гена! Гена, где ты? Гена! Гена! Геночка! Арина! Арина, где ты? Кирка! Кира! Арина! Кирка! Билая! Пошли. Давай за мной. Ага. Слушай, а мы не заблудились, ты представляешь, куда идти? Слышишь? Где это? Там! Эй, кто-нибудь! Спасите, да ну! Гена! Гена! Генка! Погоди, все, тихо, подержи. А то мы сейчас с тобой, чертик удал, придем. Свети сюда. Сейчас. Так, сейчас, сейчас. Так, это сюда. Все понятно, так. Из баки отопления. Сейчас, сейчас, подожди. Так, это туда, все понятно. Гена, смотри. А вот это непонятно. Пассейн, что ли? Гена, быстрее! Быстрее, слышишь, быстрее! Так, все. Так, я думаю, нам туда. Пошли! Гена! Гена! Так, а теперь ты куда? Не понимаю. Погибай! Кажется, туда, туда, что ли. Погибай! Кира, ты что? Там грызы! Погибай! Тихо, 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 тихо. Нет! Кира, 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 нет! Нет, нет, нет! Некогда бояться, Кира. Резко. Тихо, тихо, тихо. Да надо, люди! Тихо, не будет! Тихо, не будет! Опишите меня! Помогите! Помогите! Тихо, помогите! 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 Тихо, тихо! Чёрт! ЧАЭТЬ ПО ЗАМЕЦКИ КРИКИ 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 Люди! КРИКИ Люди! Помогите! Люди! Дайду! ПОМОГИТЕ! 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 ГИТИ! Гена! Геночка! Геночка, держись! Я сейчас! Геночка! Давай! Давай! ВЫСТРЕЛ КРИК Где же? Сейчас! 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 О! Женька, подожди! Ну, слава Богу! Там! Там! Гена! Ты что? Яринка тоже там! Что? Господи! Там крысы! Тихо-тихо! Успокойся! Фу! Кира! Кира, успокойся! Тихо-тихо! Давай в обход! В обход! У тебя же план есть! Бежим-бежим! Яринка! Где камня? Это что, шутка? А-а-а! 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 Тихо-тихо! Тихо-тихо! Женя! Арина! Где ты? Женя! Давай быстрее! Женя, он там привязан! У тебя нож есть? Быстрее, Женя! Тихо-тихо! Арина! 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 Гена, где вы? Вы что? Что? Что случилось-то? Ой! Ой, Гена! Как вы попали-то сюда? Гена! Давай вылезай! Ой! Боже мой! На! На! На скорей! Накинь! Извини, сильно прижал. Да нет, нормально. Чёрт, не заводится. Тихо, тихо. Спасибо тебе. Двёсточка моя. Ну, ну, давай. Подожди, на газ не дави. Закрой подсос и на газ пока не дави. Я так рада, что ты снова рядом. Не хватало, чтобы тебе рожи бандитские за нами удержались. Подожди, подожди. Нагаз не дави. Давай, закрой подсос. И попробуй ещё раз. Заведи, я только на газ не дави. Аккуратненько. Я сам его убью. Да тихо ты, китайцы. Тихо, тихо. Чёрт. Да тихо ты, китайцы. А-а-а-а! А-а-а! Кто? Шеф. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, шеф. Да, камни у нас. Да, я вас понял. Да. Ты что милишь? Тише-тише, самурай. Путь гнева – путь ошибок. А у нас нет времени на ошибки. Или камни завтра вечером у шефа, или мы трупы. Я убью их. Убью, как собак! Разорву на счастье! Каждого! Удачи с нами, самурай! Это тафифа, которая тут бродила. Давай я скворцу. Мы не будем никого убивать. Мы будем действовать умнее. Кто мягко ступает, тот далеко продвигается. Вы у нас прям как из одного инкубатора. Да ладно тебе на наши халаты наезжать. Кир, я всё удивляюсь. Ловко ты камешки припрятала. А я не люблю, когда меня с носом пытаются оставить. Ещё неизвестно, чем бы это дело кончилось. Вон Генка у нас чуть не потоп вообще. Тебе, Арина, теперь можно орден давать за спасение утопающих. Угу. С бриллиантами. Нет, нет, нет. Вот от камней как раз избавляться надо. Иначе нас бандиты в покое не оставят. Верно. Место работы и Генкиной прописки им по ходу дела известно. Да и Аринка подставляется. Да, Ген, кстати, нам ещё в Москве нужно на склад заехать, груз дать. Витальич звонит уже по сто раз на дню. Так что камни в милицию и баста. А говорят, наш отшельшим клада проценты причитаются. Хорошо бы сначала со знающим человеком посоветоваться. У меня, кстати, есть она такая хорошая знакомая. Елена Сергеевна. Следователь. Кстати, в Москве живёт. Угу. Елена Сергеевна? Угу. 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 Слушайте, девки, может не будем к словам цепляться? Да, конечно, давайте не будем. И так всё ясно. Значит, решено. Я не в Москву. Так, это подождите. Объясните мне, зачем нам нужно ещё камни куда-то за сто километров тащить. Вот именно. Здесь мы всё порешали. У меня и надёжный следователь есть. Вот. Спасибо. С твоими уже всё сегодня порешали. Ненадёжные они у тебя люди. Продажные. Чего? Да я их с детства знаю. Ты вообще думаешь, что говоришь? А что думать-то? Мы им звонили? Звонили. Они к нам приехали. Не приехали. Ну подожди, ты же знаешь, у них объективные причины были. Ребята, да наверняка эти бандюганы дали им на лапу. Да ты с ума сошла? Я... Хотя люди, конечно, с годами как-то меняются. Да. Ну что, решено? Переедем в Москву. Я вот только одного понять не могу. А с чего вы решили, что вы тоже едете? Вы это? По домам, звёздочки мои? Как это по домам? Полстраны за тобой проехали. Мы ж тебя от смерти, можно сказать, спасли. Ты чё? А если с тобой опять что случится? Кто тебя спасать, дурака, будет? Ну куда я вас возьму? На голову к себе посажу? Ну нет, в машине место на четверых. Скажи им, Женька. А на троих в машине твоей есть место? Вот я и поеду. А я? А что ты? Нету в машине места на четверых. Ты слышала? Для тебя, значит, есть, а для меня нет? А значит так. А ты чё, у нас самая умная? Да не глупей тебя. Ты чё думаешь, тебе всё на блюдечке с голубой каёмочкой потащат? Значит, ты всё сама решила и никому ничего не сказала? Ты чё, с тобой что ли советоваться? Я не поняла. Гена, почему она? Почему не я? А, извините, Гена, почему я? Почему не она? Ну что Гена? Что Гена? Устроили базар, понимаешь? Назам не, Раинка. Ехала бы ты домой, а? Ладно, хорошо. Что, у меня других дел нет? Как по Москве с вами мотаться. Арина, Арина, а как же чай? Да спасибо, я уже сыта. По горло. Арина, 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 арина. Я вам чёртого другого. Ты скукала мне, говоришь? Ну, всё понятно. Арина, арина, арина. Вот она. Быстрее! А ну стой! Да, иди, бандиты! Быстрее! Мама! Дверь открою! Таечка, поездка! Быстрее, быстрее, Таечка! Тварь! Давай машину, быстрее! Сэм уезжал из маленького городка, оставляя там Ариаду. Джорджу хотелось воскликнуть. Сэм, ты полный кретин. Ему хотелось кричать. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. Где-то то уже было. Господи. Все самые ясные и точные слова уже написаны. Главное, как просто. С любимыми не расставайтесь. Давай быстрее! Давай! Ну, пожалуйста, прибавь еще. Мы на пределе плиты сейчас закипим. Быстрее, быстрее, Китайцы! Наконец-то я на твоей машине покатаюсь, Ген. Слушай, на чем мы с Аринкой за тобой только не гонялись? На поезде, на автобусе, на какой-то машине с кислородными баллонами. Я такого страха натерпелась, Ген. Плохого ты себе мужа выбрала. Чего? Тебе другой мужчина нужен. Ты че, Ген? Алло, Хобутов? Хобутов, это Скворцова. Я мчусь к мосту на северном выезде. У меня на хвосте серое БМВ. Сашок, спасай! Из меня сейчас сашибись сделают! Саечка, миленькая, быстрее! Прошу тебя! Ген. Почему ты так сказала? Про плохого мужа. Но, Ген... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мать моя женщины! Наши девки! А? Господи, а это кто за ними? Ни хрена себе! Так главное, не гони. А! Догоняют! Мама! Дай осторожней! А! Дай а! Мама! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Арина! Арина! Арина, менты уходим! Нет. Да говорю, уходим! Нет! Давай! Давай! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Яна, не дурина! Что ты задумал? Давай! Заводи машину! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Нет! Давай валим! Давай, быстрей! Скорей! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ О, как страшно! СТУК В ДВЕРЬ Аришка, цела? Давайте-ка! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА О, чёрт! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА О, чёрт! Щас! Сейчас! Не фишки! О, давай! О, ты её быстрей! СТУК В ДВЕРЬ Сейчас. Потерпи. Женька, надо вскорую звонить. Женька. Оттаскивай ее быстрее. Женька, оттаскивай. Черт. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Аиша. Милая. Милая. Аиша. Слышишь меня? Только не умирай. Слышишь меня? Слышишь меня? Слышишь меня? Не умирай. Слышишь меня? Слышишь меня? Продолжение следует... 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 Прости ты меня, что ли, а? Ну, я что, Генку от тебя, от тебя отодвигала. Прости меня, дура я была. Вон, видишь, что я наделала. Да ты что? Все же хорошо, ты тут, ты же совсем здесь ни при чем. Ген, прости. Так, переломов костей свода черепа и основания мозга нет. Отлично. Но этот ваш, конечно, ох, негодяй. Доктор, со мной это все в порядке? Конечно. Полежите у нас несколько денечков, отдохнете, придете в себя и домой пойдете. Вы знаете, у меня была такая же история, как и у вас. Но жила я с одним мужчиной в гражданском браке. А потом оказалось, что у него есть вторая такая же семья. Господи. Ну и чем дело-то кончилось? Ничем. Умер он. На машине разбился. Ну, ваш, конечно. Стерилизовать таких надо. Не, не надо. Зачем стерилизовать? Есть у меня тут одна идейка, доктор. Угу. Только без вашей помощи нам не обойтись. Венту и скорость тоски. Мы не на самолете взлетаем. А ты мне не указывай. Извини, Женек. Не прощу себя, если опоздаю. Глупости не милей. А разве, Иван, после всего, что случилось, это нужно? Ну, что ты молчишь-то? Ей нужно. Нужно, нужно. Ладно. Я помогу вам в этом деле. Что с ней? Тише ты. А что? Разбудишь. Тише. Медсестра меня так напугала. Говорит, все очень плохо. Ничего хорошего, Геночка. Нам остается только ждать. А чего ждать? Чего, чего? Все, Генна, все. Как? Вообще никакой надежды, говорят, нет. Почему? Почему? Ну, почему она? Почему не я, не ты? Ну, спасибо, Ген, знаешь. Неужели ничего нельзя сделать? Ничего, Генна. А что здесь вообще происходит? Почему ничего не делается? Почему ничего не делается? Где тут кабинет главврача? Что это такое? Что с Алиной Суворовой? Выйдите сюда посторонним, вход воспрещен. Что? Я не посторонний. Я имею право знать. Выйдите. Или я вызову охрану. Ах так? Ну, вы у меня доиграетесь. Я на вас такую проверку натравлю. Вы у меня будете здесь все бегать. Знаете, сколько времени? Так, хватит. Нечего меня пугать, молодой человек. Я пуганная. У больной тяжелейшая черепно-мозговая травма. Вам это понятно? У нее перелом основания черепа. Субрахноидальное кровозлияние до вас это доходит? Ей нужно делать эпидуральную пункцию. У нее кровь в ликваре. Возможен отек головного мозга. Больная просто нетранспортабельна. Понятно? Понятно. Понятно. Проводится интенсивная дегидротационная и противошоковая терапия. Так что мы делаем все, что в наших силах. Поверьте мне. Все. Прогноз я не знаю. Мы не будем. Понимаю. Понимаю. Простите, пожалуйста. Я сейчас выпишу вам пропуск. Будете приходить к ней в любое время дня и ночи. будет к ней. Поверьте. 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 Ну, что там? Ген, Ген, ты не переживай, все будет хорошо. Ген, все будет хорошо, у меня предчувствие. Спасибо, Женек. Поехали, нам еще груз сдавать, бриллианты эти чертовы. Ребят, слушайте, а может, не сдавать их? Может, продать и найти каких-нибудь врачей? Ну, только таких, чтобы известных из Америки. Ген, даже не начинай, эти бриллианты до добра не доведут, Ген. Так, все кончаем. Тайка, ты знаешь каких-нибудь врачей? Ну, только таких, чтобы... Ого, чтобы светило. Я знаю одного светила, это мой муж. Вовка, что ли? Ну, да, да. Между прочим, он кандидат наук. Он самый лучший хирург в нашем городе. Давай, Ген, я ему позвоню, он вечером приедет, посмотрит Арину. Ты знаешь, Женька, про все несчастья из-за этих дурацких бриллиантов. Давай их сдадим к чертовой матери от греха подальше, а? И вообще, наши врачи в сто раз лучше американских, да, Жень? Да. Ну, Ген. Ты думаешь? Конечно, конечно. Ладно. Все, Женек, поехали к Елене Сергеевне. Ничего не пойму. Уже должна быть дорога. Может, такси вызову? Прекрасная идея. Лучше из последнего. Извините, пожалуйста, мужчина. У меня деньги на телефоне кончились, а очень срочный звонок. Извините, можно вашей карточкой? Я воспользуюсь. Спасибо вам большое. Спасибо. Алло. Здравствуйте, я хотела бы поговорить с Еленой Сергеевной. Я вас слушаю. Меня зовут Кира. Я звоню вам по поводу Виржинина Геннадия. Что случилось? Нет-нет-нет, с ним все в порядке. Вы не волнуйтесь, он жив-здоров, все хорошо. Только, как бы вам это сказать-то? А давайте я скажу, как есть, ладно? Ну, идите быстрее. Мужчина, не стойте над душой, отойдите, пожалуйста. Там аппарат тоже есть один. Ну, нифига себе. В общем, это, у Гены есть невеста, понимаете? Здравствуйте. И у них скоро будет свадьба. Так что, Елена Сергеевна, бросайте вы его, ладно? А почему я вам должна верить? Слушай, Гена, а как ты собираешься Лене Сергеевне про своих жен рассказывать? Да никак. То есть? Ну, а зачем? Нам сейчас ее помощь нужна, чтобы этих уродов поймать. Хорошо, девушка. А доказательства есть у вас? Нет, просто, может быть, мы как-то встретимся, я вам все объясню. Да, я все поняла. Встречаемся через час. Хорошо. Сергеевна. Привет. Ты почему гостей не встречаешь? Ну, и морда у тебя, Вершинин. О, а что-то от тебя больницы пахнет. Ой, сразу, видно, к следаку пришел. Ну, друга больного навещал. Кстати, еще пойду. Да, знакомься, Евгений, вот. Елена Сергеевна. Женя. А карточку? А, спасибо, старичок. Чих-чих-чих-чих. Извините. Вздоравливайте. Спасибо. Спасибо. Вы уж меня простите, но готовить времени нет совсем. Да знаю я про ваше дело. Наши ребята им уже занимаются. Кстати, по служебной информации, бриллианты должны были быть получены в Москве. Отлично. Значит, наше дело уже в разработке. Да, только пока нет доказательств. Вот если бы взять ваших бандитов в момент передачи бриллиантов, это был бы большой козырь. Да плюс ваши свидетельские показания. Только вот, где их теперь найти? Ну, раньше они всегда сами нас находили. Да. Значит, они знают наш маршрут следования и номер фуры. Сейчас они не в курсе, где вы. А вот на обратном пути они вполне могут у нас напасть. Там мы и устроим им засаду. Да, Ленка? Нет, Генк. Нас заставить их выйти на контакт гораздо раньше. А вот как это сделать, я пока не понимаю. Значит так. Надо эти камешки сдать по описи. Я сейчас вызову оперативную машину, вы поедете в отделение. И все следователю расскажете. Только все. Слышишь меня? Ну, и будем думать, решать, что делать дальше. А ты? А у меня важная встреча. Уж как-нибудь справитесь без меня в отделении. Елена Сергеевна, а это долго. Нам еще просто фуру наскал. Отогнать надо. Ну, уж до вечера управитесь. Как до вечера? Мне еще в больницу нужно. Послушай, Ген, вот эти камешки, это не шутка. Сказала в отделение, значит в отделение. Поэтому пейте чай и вперед. Ну, очень смешно. Ген, чай будешь? Нет. А кофе? Да. Тебе сахар? Нет. Может, все-таки выпьешь? Я ушла. Я ушла. К вам тоже не пришли? Да нет, просто опаздываю. Можно? Здравствуйте. Да, конечно. Входите. Арина Суворова? Да. Вы извините меня, что я в такой неподходящий момент. Я вижу, что вам не до меня. Просто хотелось бы с вами поговорить. Насчет Вершинина. А, так вы по поводу бриллиантов. Понятно. А что вы на меня так смотрите? А, это. Да это так, синяки. Через два дня пройдет. Да. Значит, вы Арина, Генина невеста. Да? Ну, это как сказать? Вы знаете, на самом деле, я сама уже запуталась. Невеста я ему, или жена, или просто любовница. Да. Похожая ситуация. Правда? Да. Я вам сочувствую. Да ладно, ничего. Все перемелется. Ну, ка будет? Знаете, я ведь думала, что я у него одна единственная. А там целый гарем оказался. Да? И сколько? Семь. Ну, точнее, шесть. Седьмой, это так. Мечта юности. Да. Многовато. Ой, извините. Петрыщенко, марш пасти! Желкий бомб. Это они. М? Бандиты. Ключи, пожалуйста, громкую связь. Алло. Рад, что вы живы. Наши камешки еще у вас? Нет. У тебя, у тебя. У меня. Да, у меня. Мы бы хотели их получить. Назначите мне встречу. Угу. Завтра. Только теперь вы будете одна, без сопровождения. Завтра мы позвоним и скажем место и время. А сейчас нельзя? Нет, нельзя. Слушайте, мне надоело играть с вами в прятки. Я вообще могу не прийти. Кому нужны эти бриллианты? Вам или мне? Слушайте, дамочка. Вы что, не понимаете, чем рискуете? Сегодня вы и завтра ваш водила. Мы его колясочником сделаем. Да я сама тебе сейчас коляс... СМЕХАЕТСЯ 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 Здравствуйте. Я... Я Лена. Я сестра Гены. Вы простите Аришу, пожалуйста. Она просто... У нее стресс, понимаете? Она после аварии. Я вас очень прошу, пожалуйста, Генночку, не трогайте. Мы придем туда, куда вы скажете одни. Умоляю вас. Только оставьте нас в покое, пожалуйста. Я вас прошу. Вот это другой разговор. До связи. Ну, вот и все. Теперь они будут думать, что мы... Обосрались по полной. Завтра явятся, как миленькие. Представляете, Леночка? Простите, мне тут сказали, что с накладными у Вершинина какие-то проблемы возникли. С этим Вершининым всегда какие-то проблемы. Сколько сюда катается, столько с ним и ругаюсь. Ну, так я мог бы уладить их за него. Пусть сам приходит. А то и шмоду взял, других за себя посылать. Он не может, у него уже напланица. Ладно уж. Как вас там? Конюхов Евгений. Евгений? Конюхов? Ну да. А что? Номер фуры 777. Недавно приезжал через Святогорск. А вы кто? Парень. Да я для тебя почтальон. Мне тут велели письмишко тебе передать. Одна очень симпатичная особа. Тебе, парень, повезло. Она чудесная девушка. Девочки мои дорогие, делайте со мной что хотите. Ругайте меня как хотите. Но мне вся эта затея не нравится. У меня завтра лекция в университете. Вовочка, перестань. Что? Ариш, ты бы легла. А то Генка придет, а ты такая розовощекая, бодрая сидишь. И вся наша затея псу под хвост. Ну что, нет? Нет, откуда? Так, физик на Элла. Ландау. А может, Гена не придет сегодня? Вон Гелина Сергеевна же не появилась на встрече. Девочки, на ужин! Так, сиди. Я принесу. Ужин восемь часов. А у меня в полдевятых последняя электричка. Девочки, ну родные, ну надо. Ну правда надо. Как я еще в Москву попаду? Ну, Ариш, ну мы пойдем, а? Да, ну надо только надо. Ребят, давайте я вас провожу, а? Нет, 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 ты лежи. Нет, 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 ты ложись и лежи. Да надоело уже мне здесь лежать. Пойдем. Ну хочет, пусть... Пойдем. Пусть проводит. Устала я, домой хочу. Чего скоро поедем? Спасибо вам. Ну все. Спасибо тебе, Володя. Да не за что. Как вас угораздить? Ну, до завтра. Генкл, да. Прячься. Вовка, ты? Да. Здравствуйте, Геннадий. Здрасте. Ты совсем не извинился. Ну уж. Извините, опоздал. Такая волокита с ним, ребят. Понимаем. Девочки, девочки, не бегайте сюда. Ну, как оно? Ну, это как сказать? Ну, говори как есть. Я готов ко всему. Плохо. Плохо. Очень плохо. Очень. Да. Нет надежды. Никакой. Понятно. Понятно. Спасибо, ребята. Не за что, Геннадий. Но вы не волнуйтесь. Есть шанс. Один. Маленький, но шанс. Понимаете, Арину может спасти чудо. Ну, не чудо, а поддержка. Эмоциональная поддержка. Друзей. Родственников. Мужа. Мужа. Понимаю. Понимаю. Спасибо, Вован. Ну, пойми, я не мог сказать, как мы договаривались. Да, молодец. Молодец. Вот как переживает человека. Да все правильно сделал. Молодец. Пошли. Ты что, издеваешься? Да еще лучше, чем я просила. Пошли. Спасибо. Пожалуйста. А Аринька где? На обследовании. Мужчины, процедурную, быстро. Давайте. Три-четыре. Ой, вот так. Спасибо. Ну, идите быстрее. Кирк, извини. Конечно-конечно. Конечно-конечно. Ариша. Ариша. Звёздочка ты моя, милая моя, не уходи, я упрошу тебя, как же я без тебя жить-то буду, что я буду без тебя здесь делать? А то бы женились бы, девчишек нарожали, мальчика и девочку. Дети, когда они спят, они спят, как ёжики. Девочка была бы такая, как ты, красавица. Я бы с мальчишкой в футбол играл. Ты ходи за меня замуж, а, Ариша? Если ты слышишь меня и согласна, мы просто пожни мне руку. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдём, пойдём, давай-давай! СМЕХ Стой! Стой, стой, стой! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Ленка, ты ведь уже была замужем? Разве это теперь важно? А за кем? Странный ты сегодня какой-то. Слушай, Ленка, поговорить нам надо. Ну, говори. У меня есть другая. Тоже мне новость. Ты что узнала? Ну, ты же конспиратор. Тот еще. Улейки повсюду разбрасываешь. Что еще? А еще я женюсь. Поздравляю. Ты прости меня, Ленка, ладно? Ладно. Ложись. Ложись. А ты? А я себе в другой комнате постелила. Ложись. Ой, спасибо добрым людям приютили. Кир, а неужели ты от Генки ради меня отказалась? Да прям сейчас. Я когда с ним в грузовике тогда поехала, помнишь? Ну, короче, поняла, что не нужен он мне больше. Не люблю я его. Совсем не люблю. Ну, в общем, пока мы ездили там то да сё, и у меня как будто перегорело что-то. Внутри. Потому и простить смогла. Только ты с твоим ангельским характером сможешь его любить. Ну и терпеть. Ну, в общем, вы идеальная пара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Брат! А, брат! Ну, как ты думаешь, что с нами сделают, если мы эти бриллианты не принесём? Салат по-корейски из нас сделают. Не вздыхай, брат. Как мы можем знать, что такое смерть, если мы не знаем, что такое жизнь? Китайская мудрость. Что с тобой, брат? Что-то не узнаю тебя в последнее время. Да и себя тоже не узнаю. Лишь только самый умный и самый глупый не может измениться. Бежать надо. Куда-нибудь на Енисей. Или еще лучше, на Ханган ваш. Сидеть на берегу и мир созерцать. Я вот тут прочитал. Ирис на берегу. А вот другой. Для чего ж похож. Отражением в воде. Красота. Граждане бандиты, вы окружены. Объявление бесполезно. Ну попробуйте, возьмите, ну, собаки. Япона, мама. Япона, мама. Отпусти меня. Вы на кого наручники надели, вы, собаки. Отпусти меня. Отпусти меня. Я не китайский, а корейский, помни это. Раз и навсегда. Япона, мама. Отпусти меня. Пошел. Япона, мама. А, собаки серые повязали. Ну что, спасибо, мальчики. Ленка, слушай. Не надо, Ген. А на свадьбу не зови. Все равно не придам. Ну что, прощай. Ген, это тебе сказать хотел? Света мне письмо прислала. В общем, она хочет, чтобы я ей позвоню. Ну и позвони. Ну и позвони. Я сейчас спрашивать буду. Ну и позвони. Ты правда не против? Ну что вам стоит, а? Нет, нет, нет и нет. Ну подождите, подождите. Ну, пожалуйста. Я же сказала, я не могу вас зарегистрировать. Завтра у нас очередь на месяц вперед расписана. Молодой человек. Вы понимаете, женщина умирает. Да, у нас тут все умирают. Жениться хотят. А потом не успеваешь разводы оформлять. Ну проявите милосердие. Я вас умоляю. Ну что, прям так любишь? Да. Ну ладно, давай посмотрим. Завтра в 12. Жень, а к букету. Да. Витамины. Букет. Эй, начальник! Есть там кто живой? Витамины. 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 Вечер добрый. Это что еще за гости? Посещения окончены. Слушай, у меня пропуск от Завотделения на посещение в любое время суток. Ну, на лбу-то оно у тебя не написано. Предъяви. Вопрос. Сейчас. Черт, я в куртке забыл. Слушай, ну серьезно, у меня есть пропуск. Ну что за народ-то, а? Вот пожрать спокойно не дадут. Э, в корпус марш! Сейчас иду. Э, подожди, подожди. Дружище, честное слово, у меня есть пропуск. Ну подожди ты! Что за люди? Эй! Женек, подожди у меня минутку, ладно? Ой, не заревновался. Я вам так и сказал. Слушай, опять этот названивает. Кто? А я откуда знаю, я что, трубку беру? Вдруг это из той гостиницы звонят, откуда мы сбежали? Ну ты возьми трубку-то, или дай я возьму. Ладно, я сама. Ну давай. Алло, кто? Какой Алексей? Ах, Алексей, из ресторана. Да-да, конечно, помню. Да нет, ничего не случилось. Извините нас, что мы тогда убежали. Ой, все-таки хорошо, что я Михаилу тогда свой номер телефона оставила. Кира? Отлично. Да, про вас вспоминала. Ты что ты несешь-то? Кира так жалела, что убежала и не попрощалась. Ты что больная, что ли? Чей телефон? Кирин? Конечно, есть. Да, записывайте. Не надо, ты что, с ума сошла? Не надо никакой телефон, зачем? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, Арина! Восемь. Ну, девятьсотвардзять восемь. Ну, Арина, ну дай сюда! Ну, Арина, я что с тобой бегать, что ли, буду? Ну, Арина, Маринка! Ну, дай, ну, не надо никому дать сюда! Не надо никому дать мой телефон! Ну, Арина! Ну, где ты попросил? Ну, все, дай сюда, дай сюда! Я вам покажу. Что уставился? Ты знал, да? Дин, ты чего? Дин, ты чего? Дин, ты чего? Здал! Дина! Дина, подожди! Дин! Дина! Дин, открою! Дина! Стой, Дина! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И не друг ты мне, а так. Ну и где наш жених? Время давно вышло. Если сейчас жених не явится, я ухожу. Здравствуйте. 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 Ну, не пришел? У меня сейчас операция, но я с тобой. Кошмар какой-то. До свидания. До свидания. До свидания. Таечка, а ты нервничала, когда за меня замуж выходила? Вов, ну, конечно, нервничала. Иди сюда. Чего? Кира, слушай. А если, ну, понимаешь, если он вообще не придет, что будем делать? Так, не нервничай. Все будет хорошо. Сколько можно ждать? Время давно вышло. Если сейчас же он не явится, я ухожу. Это издевательство какое-то безобразие. Две минуточки, можно еще подождать? Он едет. Просто он предупреждал. Он едет. Ваш идет. Вот идет. Вот, наш идет. Генка, Генка, Генка. Ой. Не наш. Ну, это не он. Все, я ухожу. Подождите. Куда же вы? Нет, это не вас. Женщина, милая, ну... Нет, нет, я сказала, нет. Пропустите меня, пожалуйста. Раз в жизни не заслуживает. Ну как ты? Слава тебе, Господи, Гена. Ну, ребята, он пришел, а? Давайте быстрее. Ну, пусть шел, пусть шел. Входите. Вставайте, вставайте, вставайте. Вы должны вместе. Давайте, давай, Настя. Пиво здесь. Давай, начинай. Наш же пришел. Явился, наконец. Давайте, давайте. Ой-ой-ой, подождите. Подождите, подождите. Я буду снимать. Объективы. Ой, Господи, подождите. Дорогие гости, мы собрались здесь, чтобы сочетать законным браком Суворову Арину Николаевну и Вершинина Геннадия Ивановича. Дорогие молодожены, вот и наступил самый светлый и счастливый день в вашей жизни. Вершинин Геннадий Иванович, согласны ли вы взять в жены Суворову Арину Николаевну? Согласен. Суворова Арина Николаевна, согласны ли вы выйти замуж за Вершинина Геннадия Ивановича? Нет. Я не могу выйти замуж за этого человека. Гена, я должна тебе признаться, ты самый замечательный человек на свете. Я тебя очень люблю, но я не больна. Это все фарс. Я просто очень хотела выйти за тебя замуж. Мы все это придумали. Прости меня, пожалуйста. Ты еще встретишь свою женщину, любимую. Единственную. Аришка, я уже встретил. Ты и есть та самая женщина. А я единственная. Скажи просто, ты хочешь за меня замуж? Да. Не так. Ну, давай хоть как-нибудь. Я все знаю. Минуточку. Это что, фарс? И несмотря ни на что, я все равно... Я 20 лет регистратором работаю. Несмотря ни на что, я все равно хочу, чтобы ты была моей женой. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Скажи, скажи. Прошу. Чтобы быть с тобой в болезни и здравии. В печали и радости. Пока смерть не разлучит нас. Послушайте, это же мой текст. Поздравляю! Так говори тысячу счастьевичу. Горько! Горько! Сэм и Джордж возвращались домой. Сэм наконец нашел свою Ариадну, видняга Сэм, он все время искал разных женщин, то роковую любовницу, то уютную домохозяйку, то заботливую мать, то беззащитную девочку, то красавица, то простужа, но он не замечал и не понимал одного, что все это есть в одной единственной женщине, той самой, которую ты любишь, любишь по-настоящему. Сэм и Джордж Сэм и Джордж Сэм и Джордж